Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит разумению для того, что не может быть отчаянных положений в жизни. Тут не знает мучений совести, не боится одиночества, не ищет шумного общества. Такой человек очень счастливо живет и имеет высшую жизнь. Он не бежит от общества людей и не гонится за людьми. Его не смущают мысли о том, надолго ли его дух заключен в теле. Поступки такого человека будут всегда одинаково спокойны. Даже когда его кончина будет близка. Для него есть лишь одна забота. Жить разумно в мирном существовании с людьми. В мире с людьми. Разумно в мире с людьми. Одна забота. Одна забота. Сегодня одна девушка подошла ко мне и спросила меня, вот вы дали совет мне молиться за своего отца, который ушел на низший планет. шел в ад. Но я не могу понять одну вещь. Если он совершил какие-то плохие поступки, и ему надо отрабатывать эти поступки, а я за него помолюсь, он их не отработает. Не будет ли это похоже на то, что он получает что-то легкое в жизни, незаслужимое? Не станет ли это причиной его деградации дальнейшей? Как, допустим, если взять маленькому ребенку, дать большие деньги? И это станет причиной его деградации. То есть он потратит эти деньги, потом захочет еще, и дальше он будет думать, что ему всегда все должны давать деньги. У него психика начнет работать неправильно. То есть вопрос был задан такой. Является ли правильным, что мы что-то даем человеку, который должен получить наказание? И этот вопрос очень хороший, потому что ответ на него даст возможность понимать в целом, зачем человек живет, понятие получит человек, зачем он живет. что у нас внутри есть одна проблема. Она заключается в том, что мы не знаем, не знаем, что такое милость. милость. И зачем она вообще нужна? Мы знаем, что есть наказание за поступки. Некоторые думают, что вообще никаких наказаний нет, что хочет, что и делать. Но и те, и другие, которые знают, что есть наказание, и которые не знают этого, они все равно находятся в сфере своих возможностей. Они живут в той сфере, в которой безнадега. Приведу пример. Я увидел одного человека в Индии, который очень тяжело трудится. Ну представьте, там есть люди, которые на кирпичи таскают на голове и получают горстку риса за это. Целый день вот так работают. Я спросил, ну зачем вам нужна такая жизнь? Я говорю, смотрите, вот в индийских храмах люди приходят там служить Богу. И они сразу же получают горы, пищи себе. Они хорошо кушают там. Они получают нормальную жизнь. Зачем вот ты его? И они не пашут так много. Они просто там проповедуют, там службы организовывают. Ну живут попроще. Ну в смысле поспокойнее гораздо. И кушают в тысячу раз лучше. Ну вот зачем тебе нужна эта работа? Идти в храм и там занимайся служением. И человек не поверил мне. Он не поверил, что он там кому-то нужен будет в этом храме. Что его кто-то примет. Он говорит, я безграмотный. Кому я там нужен? Там, я говорю, некоторые просто сидят и раздают освященную пищу. Вообще больше ничего не делают. Что там? Какая там нужна квалификация? Человек не поверил мне. Тогда я сказал, ну есть другой вариант. Можно просто взять и поучиться. Взять просто, выучить грамоту, поучиться. Может быть, жить в проколы, но поучиться, выучить грамоту. А потом, когда выучишь грамоту, выучиться какой-то нормальной специальности. И работать там. И человек опять мне не поверил. Он говорит, я всю жизнь у меня, как бы, родители так работали, я так работаю, я не знаю больше никакого труда. Я не знаю грамоты, я не верю, что я могу ее выучить. О чем мы с ним говорили, с этим человеком, как вы думаете? А? Нет. Нет. Мы, да, да, о возможности. Мы с ним говорили об одной вещи. Я ему говорил, есть милость, я ее тебе сейчас даю. Милость всегда приходит в виде знания. Все. Только в виде знания. Я говорю, есть милость, я тебе ее сейчас даю. А он говорит, нет никакой милости, надо работать. Видите? Два типа мышления есть. Одни люди живут своей судьбой и скованы своей жизнью очень сильно. Особенно часто это женщин касается одиноких. Они думают, ну где найти человека? Вообще невозможно. Как найти себе близкого человека? Это же невозможно. Я сейчас объясню всем одиноких женщинам, как стать счастливой и не одинокой. Но одни из вас получат милость, а другие нет. Знаете, кто получит милость? Те, кто способны слушать с верой. А те, кто не способны слушать верой, им надо дальше ходить на лекции и научиться слушать с верой. Тогда они тоже получат милость. Смотрите, все очень просто. Женщина сильна только в сфере личных отношений. Если она строит близкие отношения, то она там сильна только тогда, когда она служит другим в этих отношениях. То есть она должна заботиться о других. Она должна помогать, общаться с подружками, помогать всем вокруг, заботиться. И делать это как можно активнее. Прилагать большие усилия для того, чтобы это делать. Но даже в этом случае она не сможет выйти замуж правильно. В этом случае она получит возможность выйти замуж. Когда женщина начинает по-женски себя вести, она становится красивой. И когда она красит губы, а когда она ведет себя по-женски, у нее появляется естественная красота. Потому что красота женщины зависит от ее реализации женской природы. Чем больше женщина отдает любви, тем красивее она становится. Чем красивее она становится, тем больше ей интересуется. Чем больше ей интересуется, тем легче выйти замуж. Но даже это не дает ей возможность Выйти замуж хорошо. Потому что, чтобы выйти замуж хорошо, надо для этого поклоняться Богу и войти в религиозную культуру. В религиозной культуре нет бессовестных людей. Бессовестность вся находится только внутри общества, которое живет ради собственного удовольствия. Религиозные люди живут для Бога. Когда женщина, начиная молиться и изучать, что такое духовное знание, возвышается, и параллельно она заботится обо всех, вот тогда она получает мужа из той среды, в которую она уже вошла. В религиозной среде. И там уже она получает честного человека. Она выходит замуж за хорошего человека в этом случае. Потому что женщина выходит замуж за того, какой культуре она принадлежит. Вот какой культуре большинство женщин, сидящих здесь принадлежат? Культуре людей, которые гуляют, пьют и делают всякие другие глупости. Если здесь сидят груди, эта тема их не касается. Не касается. Потому что те, кто другие здесь сидят, уже или замужем, или удовлетворены. Потому что женщина, которая находится уже в духовной среде, она просто служа в этой среде, обретает покой в сердце. Потому что замужем она или не замужем, у нее же не имеет слишком большого значения. Потому что она полностью включила себя в родственные отношения. В отношения любви и заботы. Поэтому ей не надо вообще беспокоиться о своей жизни. Она все время общается с людьми, заботится о них. Ей так хорошо. Хоть замужем она, хоть нет. Но если женщина печалится, это значит, что или она не действует по-женски, или она не находится в том слое общества, где уважают женщину. Только в религиозной культуре уважают женщину. А в обычной культуре ее эксплуатируют, ее тело пытаются наслаждаться. А если я кого-то обидел, то меня простите. Может быть я недооцениваю, может быть здесь очень возвышенные ангелы сидят, меня слушают. А я такой тут деловой пришел, даю свои советы. Завесно на трибуну. Простите меня, пожалуйста. Ну я говорю тем, кто действительно одинок. Много одиноких женщин. И они нуждаются выйти из этого тупика. Они не знают, что им не делать. Они думают, что раз у них дети, значит их вообще никто не возьмет. Это все неправильно. Неправильное мышление. Итак, посмотрите, мы разобрали тему милости. Вот я сейчас дал совет. Совет это деятельность в сфере милости. Также молиться за Отца, который пошел на низший планет, это деятельность в сфере милости. Милость является более важной основой для жизни, чем просто труд над собой или исправление себя. Вот, допустим, человек стоит в углу. Как ему надо думать, что я больше никогда так не буду делать? Или я хочу подчинить себя тому, что произошло? Вот какая мысль важнее? Первое, почти. То есть я не должен никогда так делать. Смириться. Смириться и просто стоять в углу до конца жизни, да? А как? Против кого? Против того, кто поставил в угол. Вот смотрите. Нет, нет, нет. Против того, кто поставил в угол. Вот попытайтесь понять, что есть два направления мышления. Одно направление — это труд. Я должен стать хорошим. Я буду трудиться хорошо, и тогда мне никогда не будут ставить в угол. Это независимое мышление. Видите, этот человек, он хочет быть сам по себе. И поэтому ему выход один — это труд. Но более высокое понимание жизни — это милость. Человек должен сказать тому человеку, который поставил в угол, «Я хочу служить тебе, и поэтому я буду делать так, как ты скажешь». И честно стоит в углу с любовью, относясь к тому, кто его поставил в угол. И когда человек таким образом делает, то у того, кто его поставил в угол, пропадает всякое желание ставить его в угол дальше. Он подходит к нему и говорит, «Ну, понимаешь, я тебя поставил в угол, потому что ты вот работаешь неправильно». И вот тот говорит, «А как я должен работать?» Человек неправильно работает, потому что у него такая судьба. Он не знает, как правильно. У него в сердце нет этого знания, чувства. Человек лениво ведется на работе не потому, что он плохой, а потому что у него такое чувство, что так надо работать. Но как изменить свою работу? Для этого надо получить милость, другое чувство. Потому что другой человек может обладать большим знанием, как правильно работать. Это знание — это милость. Это сила, которая облегчает жизнь. И этот человек спрашивает, «А как я должен работать?» Скажи мне, как я должен работать. И я так буду работать. Это направленность жизни более разумная. И тогда тот скажет, «Работай вот так вот». И этот человек получит силу в результате. Он не просто будет знать, как надо работать. Он получит силу, потому что он слушает с верой. Он предался личности. Он слушает с верой. И начинает работать так, как тот сказал, потому что у него не только есть знание, как работать, а также полномочия, сила внутри. Сила передается через человека, который говорит. Направленность жизни должна быть на милость. Она не должна быть на возможность справиться с ситуацией. Многие люди живут для того, чтобы я должен победить свою судьбу. Я должен зарабатывать столько денег, чтобы мне было легче жить. То есть это направленность на труд, на отработку кармы. Бесконечные страдания ждут такого человека. Он будет мучиться и мучиться и носить свои кирпичи на голове всю жизнь. Никаких шансов, никакого выхода нет, потому что он живет не для того, для чего человеческое тело предназначено. Человек должен жить только для милости. Он должен жить только для того, чтобы перенять у кого-то правильное понимание вещей. Для этого нужно верить. Без веры нет перенятия. Если человек перенимает, он сразу же становится другим. Приведу пример. Было много босиков в России. Много босиков. Но служить Петру Первому смог только один. И он ничего не знал. У него не было ни грамоты, ничего. Он был просто босяк. Вот просто пацан на улице. Но так как он начал дружить с Петром Первым, он потом стал его генералом его армии. И очень образованным человеком в будущем. Когда он вырос. Он все это возможности получил только по милости того человека, с которым он строил близкие отношения. И этот босяк, он верил бесконечно своему другу. Бесконечно верил. И поэтому тот ему дал такие огромные полномочия. Потому что все остальные, кто его окружали, такой верой к нему не обладали. Видите, самая главная квалификация человека – это поверить в старшего. И дальше все полномочия переходят. В Ведах есть такой совет. Если вы хотите разбогатеть, не надо бучиться. Вот многие люди, они, вот им деньги нужны. Деньги приобретаются несложно. Вообще никаких проблем нет, чтобы быть богатым. Сейчас объясню формулу. Но мало кто из вас ей воспользуется. Но я объясню. Формула очень простая. Вы хотите денег? Пожалуйста. Выберите в городе любого порядочного, богатого человека. Любого абсолютно вообще. Любого. Придите к нему в кабинет просто. Встаньте перед ним на колени. И скажите, я хочу тебе служить. Но для этого вы должны верить в то, что вы делаете. Скажите, я хочу тебе служить. Готов дворником работать у тебя, кем угодно. Если он разумный человек, он скажет, а какая у тебя специальность вообще? Если он увидит, что вы честно говорите, он скажет, какая у тебя специальность. Вы скажете свою специальность. И если эта специальность у него есть вообще, он вас займет там. Но так как вы будете верным человеком для него, очень быстро вы начнете повышаться по лесенке служебной. Почему? Потому что любому руководителю нужны верные люди. Понимаете? Потому что самое опасное в руководстве это предательство. И верных людей очень мало. Практически нет. Есть руководители здесь или нет? Вы согласны со мной, что верность это самое главное качество? Даже если человек неквалифицированный, его можно выучить. Лишь бы он верным был. Если он неверный, то все уже. Ну выучил его, он сказал тебе, к обеду не жди твой песик и пошел. Ну хорошо, не на колени встаньте. Просто пусть вас с ним познакомят. И вы в хорошей обстановке скажите ему, что я очень, не вы мне нравитесь как личность, я готов для вас делать все, что вы скажете. И он это проверит несколько раз, увидит, что это так. Приведу вам один пример. Я был знаком с одним министром, он очень знаменитый человек в финансовой сфере, не буду называть имя. Но когда я был в кабинете, мы обсуждали вот эти вопросы, отношения между людьми, управление, с ним обсуждали. Я его лечил, и параллельно мы с ним общались на эти темы. Он ему позвонил из кабинета президента, его босс. И в этот момент я увидел личность, которая как раз идет путем милости. Он встал. Никого кроме меня не было там. Не перед кем было вставать. Тем более я это никому не расскажу. Он встал. Взял трубку. Да, я вас слушаю. Это будет сделано. Я понял. Хорошо. Мое мнение такое. И сказал свое мнение. Потом он сел, вышел из этого состояния. Я его спросил, кто звонил. Он сказал, звонил мой начальник. Когда он это сказал, он сказал это с великим уважением, почтением. Я тогда понял, почему он на этой должности находится. Ты скажешь, нет таких людей, да? Я вот такого человека видел. А? Я видел. Да, есть. Очень порядочные люди быстро продвигаются. Порядочность означает вера в старших. Это очень хорошее качество, сильное. Но мы все бунтари по природе. Например, мало кто из нас кланялся хоть раз в жизни отцу или матери. Нам очень трудно принять старшего вообще. Мы думаем, я сам. Каждый суслик у себя на поле агроном. Я сам старший. Так? В этом проблема. Это означает безнадега. Есть путь милости, есть путь труда. Или я сам отрабатываю карму свою. Или я получаю в свое сердце через молитву, через внутреннюю силу. Получаю веру в хорошие качества людей. И, допустим, есть кто-то старший. Я вижу только хорошее в нем. А плохое стараюсь не замечать. Во всех людях есть плохое. Но я хочу в нем видеть только хорошее. То, что я вам сейчас объясняю, это путь милости. Он очень сложный для понимания. Он не труден в движении. Идти по этому пути легко. Но понимание сложен этот путь. Потому что одни люди живут с верой, а другие просто упахиваются. Потому что они верят только в себя. И все. Даже если человек верит в богатого человека, он занимает очень высокое положение в обществе. Но если человек верит в Бога, который всем обладает, он занимает не в этом обществе высокое положение, а в своей собственной судьбе. Он по своей судьбе очень быстро и высоко идет. Потому что в этой жизни, ну, работаешь ты директором завода. Когда ты оставишь тело, неизвестно в следующей жизни, кем ты будешь. Может, ты будешь главным бобром там, на речке. Кто его знает, кем ты будешь? Не знаю, какие поступки совершал. Поэтому очень важно понять, что путь знания или путь милости – это одно и то же. Знание переходит от старших всегда. Это путь, который полностью лишает человека отчаянных положений в жизни. Полностью лишает. Потому что такой человек обладает полномочиями в жизни. Что это значит, полномочиями обладает? Это значит, что у него уникальное особое положение. У меня была такая ситуация в жизни. Я когда учился в медной студии, там был один человек, он преподавал кожные и венелические заболевания. И он был очень интеллигентный. Он сейчас есть, он сейчас живой. Он очень интеллигентный человек. Когда я сидел на его лекциях, я смотрел на него и думал, Господи, какой удивительный человек. Я хочу служить этому человеку. Я хочу быть его помощником. Я хочу, чтобы быть рядом хоть как-то с этим человеком. И когда как-то так получилось, что видно это чувство мое, он почувствовал, узнал, передалось это ему. И так случилось, что мы с ним начали строить близкие отношения. Мы с ним ходили вместе в проруби купаться. Ну, представьте, завкафедра и студент вместе ходит в проруби купаться там и так далее. Я всегда очень внутренне уважал его и любил. А он спрашивал всегда мое мнение, тоже советовался со мной. И так мы с ним строили отношения. Потом я попал к нему на кафедру. Не то, что мне нравились кожные болезни, а просто я хотел учиться там, где мне близкий человек. И там создалась такая уникальная ситуация, что у него было много всяких подчиненных. Но они меня все не любили. Потому что они видели, что он относится ко мне в тысячу раз лучше, чем ко всем. И поэтому я ушел оттуда. Не смог там оставаться долго. Ну, так или иначе, идея в чем заключается? В том, что когда человек искренне уважает кого-то, у него создается полномочия, уникальная ситуация. Которая дает ему продвижение, развитие. Потому что путь милости сильнее в тысячу раз, чем путь труда. Кто положил свою жизнь в свете разумения. Свет разумения означает вот этот путь милости. Путь передачи знаний, перенятия знаний. В свете разумения и служит ему. Для того не может быть отчаянных положений в жизни. Не может быть таких положений, потому что он обладает полномочиями, силой такой человек обладает, свыше. О нем заботится тот, кому он служит. Вот, допустим, бежит маленькая такая собачонка и гавкает на вас со всей силы. А рядом с ней идет. Директор завода. Будете пинать собачонку, нет? Даже с директором не шел, он мог не пинать. Не, ну собачка бросается на вас, хочет укусить. Нехороший, нехороший себя ведь. Будете пинать директор завода? Директор обладает лучше. А? Лучше директора внук, чтобы собачка слетит. А его нельзя внуть, он выгонит с работы. Это его собачка. Его собачка, да, личная. Вы будете счастливы, когда она на вас начнет гавкать. Будете счастливы. Скажешь, какая у вас удивительная собачка. Она так гавкает хорошо. И он будет счастлив, директор завода. Когда вы его собачку похвалите, он будет счастлив. Потому что когда кто-то обладает особыми полномочиями и его хвалят, тогда вы устанавливаете немедленно уникальное отношение с личностью, который является, ну как бы, протежей или который обладает этой. Вот, например, советуется, что если вы хотите установить уникальное отношение с правителем, и у вас есть мельчайшая какая маленькая возможность удовлетворить его ребенка, тогда в этот момент он очень близко начинает к вам относиться, этот человек. Подсознательно. Не желая того. То есть вы просто делаете так, что его ребенок счастлив. И он говорит, папа, хороший человек. Этого достаточно. Все. У вас уникальная ситуация в жизни. Вы получили полномочия. Если вас захотят садить в тюрьму, то вы просто в отчаянии пишете записку этому ребенку. Говорит, меня садят в тюрьму. И он говорит, папа, его не надо сажать в тюрьму. Папа звонит, этого человека не надо сажать в тюрьму. Ему все равно, что ты сделал. Не имеет значения. Это называется близкие отношения. Понимаете, о чем я говорю? Это путь милости. Он имеет огромную силу. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Вот представьте, человек служит Богу вообще. Не над директору завода, а Богу служит. Представляете, какие у него полномочия в жизни. Господь все устраивает здесь в жизни, все организует. Это особая уникальная ситуация в жизни. Такой человек не знает мучений совести, потому что знание дает ему понимание, как жить. Путь милости – это путь знания. Самая главная милость – это знания. Как можно помочь человеку? Нужно передать ему знания только и все. Как? Больше никак не помочь, потому что человеку самому жить. Я, допустим, женщинам сказал, как им надо действовать. Это не значит, что я за них действую. Если они приняли это в свое сердце, они начинают жить этим путем милости и получают возможность победить судьбу. Такой человек не боится одиночества, потому что он всегда связан с милостью, строит отношения. Путь милости – это путь отношений. Невозможна милость без близких отношений. Когда человек имеет близкие отношения, хотя бы со старшими, тогда в этом случае в его сердце постоянно живет чувство отношений, защиты. Человек защищен любовью. Любовь только через отношения передается. Любовь может быть только через духовные отношения настоящие передаваться, потому что в семейной жизни нет глубокой любви. Ни у кого. Семейные отношения – это отношения корыстные, по-своему, там нет глубокой любви. Но если люди занимаются духовной практикой, и муж, и жена, или хотя бы один из них, там постепенно может появиться глубокая любовь. Потому что когда ты видишь рядом с собой духовно развитого человека, к нему появляется уважение. Или даже просто люди нравственной жизнью живут, и то уже к нему уважение появляется. По совести люди живут. Но видите, уважение появляется не просто потому, что он муж, а потому что он живет нравственно или по совести. Вот просто к мужу уважения не бывает, потому что муж и жена эксплуатируют друг друга в отношениях, они пытаются друг другом наслаждаться. Это не вызывает уважения. Также просто мама, вот она не может вызвать уважения, просто потому что она мама. Но если мама живет по совести, возвышенно, тогда она вызывает у сына уважение. Вот такая жизнь вызывает уважение у ребенка. Таким образом, видите, когда человек идет путем знания, то он получает близкие отношения с родственниками постепенно, с родственниками, со старшими, сначала со старшими, потом с равными, с родственниками, потом с младшими он получает уже близкие отношения, со временем, постепенно. Но путь труда не дает такой возможности. Иногда в судьбе у тебя хороший период, ты получаешь деньги, средства, хорошую семью, а потом может наступить тяжелый период, и все рушится. Путь, просто путь веры в себя, или путь труда, что я все смогу, у меня все будет нормально, он не работает в полной степени. Он не дает человеку полной защиты. Он работает этот путь. Но иногда в нем возникают непреодолимые трудности. Но путь милости не дает таких трудностей. Человек не будет одинок, потому что у него есть любовь к тому, в кого он верит. Это даешь защиту. Вот я помню, когда я начал слушать лекции на духовной теме, у меня были старшие, я слушал эти лекции с утра и до ночи постоянно. Я уже не был одинок. Я чувствовал защиту, чувствовал любовь. Постепенно я вошел в круг людей, в которых я слушал лекции. Постепенно я нашел вот эти отношения наставников своих. И это дало очень сильное развитие внутренне в жизни. И внешние проблемы перестали волновать уже. Потому что их просто не стало. Но это очень трудно понять. Это надо само попробовать просто так же пожить. Человек такой не бежит от людей, не гоняется за ним. Почему мы гоняемся за людьми? Потому что нам тяжело. Мы в отчаянии. Нам нужна какая-то помощь. Можно я у вас буду работать? Можно... Помогите мне, пожадайте мне кредит. Устройте меня на работу. Защитите меня от этих людей. Платите деньги. Работайте на меня. Все, за кем мы гоняемся, устанавливают с нами. Какие отношения? Деловые. Деловые означают. Ты по факту мне не нужен. Ты мне не нужен по факту. Но если ты будешь для меня что-то делать, тогда я тебе буду что-то давать. Это называется деловые отношения. Они не облегчают жизнь. Деловые отношения не дают облегчения. Кажется, что это классно, что я попал сюда, в этот хороший коллектив. Но если ты заболеешь надолго, тебя оттуда вышло. А от этого никто не застрахован. Но если ты идешь путем милости и общаешься с людьми, в которых ты веришь или которые тебе верят, там есть вера в этих отношениях, тогда никто никогда в беде тебя не бросит. Если ты попадаешь в беду, наоборот, эти люди больше начинают вкладывать в тебя, потому что они с тобой строят другие отношения, основанные на глубоких чувствах. Эти чувства невозможны просто в деловой жизни. Невозможны. Деловая жизнь — это путь труда, а духовная жизнь — это путь милости. В духовной жизни тоже есть труд. Можно трудиться, занимаясь духовной практикой. Допустим, я знаю одного человека, он мастер в цехе в своем, но его все воспринимают как наставника. Все люди приходят к нему советоваться в трудной ситуации в жизни, они его очень сильно уважают. Когда он просто... Ему не надо напрягаться и повышать голос. Когда он просто говорит, пожалуйста, вот эту работу сделай, люди сразу начинают делать. А если кто-то не делает, другие подходят к нему и говорят, ты что, ты понимаешь, что у нас старший вообще? Как ты себя с ним ведешь? Путь милости означает сильное уважение. Человеку не надо сильно напрягаться, потому что его уважают. Через уважение решают все вопросы. Уважение — это самая сильная контролирующая сила. Того человека, которого уважают, ему не надо кричать, ругаться, топать ногами, не надо, чтобы решить эти вопросы. Но человек, который хочет идти этим путем, он не должен прилагать чрезмерные усилия для достижения своего результата. Он идет путем знаний. Вот, например, муж не хочет ничего понимать. Жена, если идет путем милости, она не будет пытаться ему объяснить. Он не хочет ничего понимать. Он не хочет строить вот эти возвышенные отношения. Она просто садится, молитву начинает читать, и устанавливает более глубокие отношения с теми, с кем можно установить. В результате муж видит, что жена уже не интересуется им. Она выполняет все свои обязанности, но она не строит с ним слишком близких отношений, но при этом делает с любовью все. И тогда ему становится тяжело, потому что ему же нужны отношения. И он начинает пытаться к ней как-то подобраться. Сначала с помощью лести, потом угроз. И потом, когда это все не помогает, он начинает подходить к ней уже искренне. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час от рукой подряд. И тогда она ему говорит. Ты очень хороший человек, я тебя очень уважаю. Но я не хочу жить такой жизнью, в которой ты живешь. Ты можешь жить своей жизнью, но я хочу жить более возвышенной жизнью. Или ты должен принять такую жизнь, не мешать мне. Или ты должен... Или мы будем жить, как живем, вот так вот. Я буду для тебя заботиться, все делать, ты получишь от меня все, что хочешь, но у нас не будет таких сильно глубоких отношений. Потому что каждый человек нуждается в взаимности. Для меня нет взаимности, когда человек интересуется только сексом, и интересуется мной чисто для того, чтобы меня использовать. Ему не хочется понять мою душу. Но я готова все делать для тебя, то, что ты пожелаешь. Я твоя жена. Но я не смогу искренне с тобой строить отношения. Я буду это делать просто из чувства долга. И тогда он скажет, а что вот, ну что конкретно ты хочешь? Я не понимаю вообще, что ты хочешь. Пойдем в храм вместе сходим. Просто я вот же делаю для тебя из чувства долга, а ты со мной сади в храм из чувства долга. Ну пойдем. И так далее. Видите, путь милости не подразумевает, что человек должен за кем-то гоняться, потому что у него уже есть уникальная ситуация в жизни, у него уже есть глубокие отношения, потому что путь милости предусматривает очень глубокие отношения, душевные отношения с людьми. А просто жить в деловых отношениях, трудиться. Семейная жизнь это тоже деловые отношения. Это заключение сделки просто. Ты мне делаешь, я тебе. Женщина нуждается в мужчине, мужчина в женщине, они договариваются, живут вместе. Друг другу заботятся друг о друге, наслаждаются друг другом. Им кажется, что у них очень близкие отношения. Но бывают особые ситуации в жизни, когда человек становится инвалидом, или тяжело заболевает, или он становится нищим. И тогда близкий человек его бросает, с которым вроде бы были очень близкие отношения. И люди в шоке спрашивают, почему он меня бросил? Мы же с ним так любили друг друга. А любовь бывает только в сфере милости. Она не бывает в сфере просто жизни обычной. Потому что когда человек просто обычной жизнью живет, он не может никого любить. Он просто всех использует. Все. И сам всех использует, и его все используют, но это все очень покрыто тайной силой. Там тайна. Никто не знает эту тайну, пока не попадает в беду. И так, видите, в жизни есть два пути. Есть путь знания, или путь веры. Это путь отношений со старшими. Видите, помните, в углу человек ставил, я с этого начал, да? Я хочу делать так, как ты хочешь, а не делать правильно. Потому что мы же не знаем, как правильно. Сейчас человек требует от тебя чего-то, вообще не знает, что ему надо. Но если ты в него веришь, я готов служить тебе, готов. Он сразу расслабляется. Вот что родителям надо? Родители постоянно мучают, мучают, говорят, ты как бы такой-сякой живешь неправильно. Мама, я в тебя верю. Он сразу расслабляется. Тогда делай так, она говорит. Она начинает делать так. Он говорит, ну почему ты не можешь так сделать? Но мама говорит, я в тебя верю и делаю так, как ты говоришь, но не могу. У меня не получается. Она говорит, ты что, дурочка у меня? Ну ничего страшного, моя доченька. Будешь постарше, станешь умнее. И это правда. И она успокаивается, мать. Она ведь, дочь подчинена, она идет правильным путем, она успокаивается. Ведь и родителям нужна только вера. И больше ничего. Часто родители думают, что им нужны принципы, чтобы дети все делали, как они хотят. Но дети не всегда это могут делать. Потому что они еще дети. У них не хватает силы. Лицемерие означает игра в милость. Вот вы мне верите или просто лицемерите? Видите, разница, чувствуете? Потому что если бы вы не верили, вы бы услышали то, что я говорил. А как вы мне не верите, не доверяете до конца, вы не можете услышать. Потому что когда человек слышит, то его информация приходит в сердце, а не в голову. А головой это понять невозможно. Вы думаете, что он говорит такое? Ну я не могу понять, что он говорит. Вы, наверное, первый раз на лекцию пришли, да? Да, ваше, да. Ну вот, видите, вы меня не знаете. Как вы можете меня понять? А? Я просто отвечаю. Я просто отвечаю. А я просто отвечаю. Лицемерие, это да. Лицемерие означает, что человек играет со жизнью, играет во что-то. Это не путь милости. Игра в жизнь, это не путь милости. Когда человек верит, это путь. Вера связана с любовью. Нужны отношения, чтобы была вера. Нет отношений, нет веры. Как можно верить чужому человеку незнакомому? Нет отношений, нет веры. Лицемерие, это когда ты что-то хочешь. Вот, допустим, если я сюда пришел, у меня цель деньги. Там собрались у вас деньги, и у меня эта цель. Тогда в этом случае я не смогу вам говорить правду. Лицемерие означает другая цель. Не цель приносить счастье, а цель использовать как-то, хитро использовать людей. Опять же, для своего труда. Поэтому лекции не могут быть работой. Знания невозможно передавать как работой. Это не должно быть работой. Это должно быть бескорыстной деятельностью. Бескорыстной. Тогда это работает. Но если есть корысть у человека, который дает знания, это уже будет то, что вот девушка сказала. Будет лицемерие уже. Как же преподаватель, который передает знания, работает? Преподаватель, который передает знания, работает. Но всегда в этой работе есть два направления. Смотрите, следите сейчас. Вы задали вопрос, очень важно. Следите за моей мыслью. Смотрите, два направления. Первое направление. Вы видите перед глазами детей, которым надо помочь. Это одно направление жизни. Второе направление. Вы видите перед глазами деньги, глядя на детей. Чувствуете разницу, нет? Есть два типа людей. Одни из них работают преподавателем, а другие преподают. Преподавание – это путь милости. А работа преподавателем – это путь несчастных людей, которых дети оскорбляют, мучают и дают им покоя в жизни. Когда человек любит детей, ему не нужно ничего. Дети сначала проверяют его, что он такой или нет. А потом очень сильно любят его. Такой человек все сердце детям отдает. Вот вы меня сначала испытываете на лекциях тоже. Вы не дети, вы взрослые, но вы все равно испытываете. Вы не будете сразу верить. Вы меня испытываете. Видите, путь милости отличается просто от работы. Любой человек приходит на работу, он работает. Но у него есть два варианта. Или он просто хочет сделать приятное тем людям, с которыми рядом находятся, начальнику, старшим, младшим, всем. И он заботится обо всем. Второй приходит на работу и просто пашет там. Тот, который хочет сделать приятное, и тот, который пашет. К нему разные отношения будут у коллектива или нет? Разные. Видите, есть путь милости, когда люди из подвала заботятся. Зарплата одинаковая будет, но отношения разные. Допустим, если человек попал в беду, который вот так заботится, все будут ему помогать. Там законы уже не действуют. Ему нужен дополнительный отпуск. Все скажут, давайте ему дадим дополнительный отпуск. Это особый человек. Ему можно сделать исключение. Путь милости не требует большого напряжения в жизни. Напряжение только в том, чтобы к ним пойти. Потому что всегда человеку легче жить в сфере бездушных отношений, чем в сфере любви. И шаг в сторону любви – это всегда подвиг. А просто жить легче. Но там все страдают. Но чтобы сделать шаг в сторону любви, для этого нужна молитва с утра. Потому что без милости старших ты в эту атмосферу милости, в настроении милости войти не сможешь. Я пришел в лекцию как-то читать детям в техникум один. И лекция была о вреде алкоголя. Это была программа. У меня есть один близкий человек, Владимир Григорьевич Жданов. Он возглавляет проект «Общее дело». То есть он борется с пьянством в нашей стране. И я решил помочь ему. Поехал в какое-то училище, техникум. И начал читать лекцию о вреде алкоголя детям. Я попал в уникальную ситуацию. Я никогда такие лекции не читал. Дети разговаривали друг с другом, вообще меня не слушали. Их согнали в эту лекцию. Они не хотели сами идти. Их загнали в этот зал. Там было 300 детей где-то со всей этого училища для техникума. В Москве это было. Они меня не слушали. И просто разговаривали между собой. А я должен был им читать лекцию о вреде алкоголя. Что делать? А? Сидеть желать. Я желаю вам счастья. Они будут угорать на нам на 300. Дети любят посмеяться на старшем. Войди в их положение для начала. Так. Путь милости. Что это значит? Я бы сказала, что я вошла в их положение. Путь милости это путь любви. Путь милости это путь любви. Да, можно правильно говорить. Посочувствовать им. Это путь любви. Это путь близких отношений. И я был в шоке. Когда человек в шоке, ему больно, он не может любить. Мне хотелось на них орать в это время. Вы деграданты такие, не слышите знания, не хотите слышать знания. Я бы жизнь прожил, я вам знаю, как вам помочь. Нет, это неинтересно. Он не слушает такого всего. Я успокоил себя, сказал, нет, это неправильно. Я не буду так себя вести. Я увидел в этом зале одну девочку, которая просто смотрела на меня с интересом, по-человечески. Ей не все равно было, что я буду говорить вообще. Просто она смотрела на меня и думала, вот дядя. Он какой-то необычный. Он не как все преподаватели, он какой-то другой. И она смотрела на меня очень внимательно. И я начал разговаривать только с ней. Я начал смотреть на эту девочку и ей рассказывать, вот именно для нее читать лекцию. Знаете, что произошло дальше? Нет, все болтали между собой. Потом появился еще один мальчик, который вдруг тоже раз и начал на меня смотреть. Я начал для него рассказывать, также для этого мальчика. У нас были близкие отношения. Я читал только двум человекам лекцию. Только двум человекам. Больше никому. Все остальные разговаривали, я думаю, пожалуйста, пожалуйста. Я только говорю, разговаривайте потише, а то они меня не слышат. Вот эти два человека, которыми я читаю лекцию. Дальше что произошло? Через какое-то время. Большинство детишек уже слушали. Потому что там им было интереснее, чем разговаривать вместе с собой. Они почувствовали энергию любви. Путь милости очень привлекательный. Им хочется идти. Если кто-то рядом так живет, хочется так же жить. Мы с женой не едим шоколадные конфеты. Но мы знаем, что многим они нравятся. И мне часто на лекции приносят шоколадные конфеты. И я, когда жил в Москве, у нас была лестничная площадка. И мы на лестнице, площадке, на окне, прям там росли всякие кактусы, растения. И все их поливали. Это было общее служение личностной площадке отношением между людьми. Мы поливали эти цветы, которые кто-то выставил на окне. Поливали, заботились. Каждый, кто мог, носил воды, поливал их. Все. Мы так любили друг друга. И мы там поставили конфеты еще эти. Ну, шоколадные конфеты не портятся. Мы открыли их, поставили. Вот, пожалуй, шоколадные конфеты. Все. И они долго стояли, никто не брал. Потому что вдруг отрава там, может теракт какой-то. Неизвестно там, что такое это вообще. Вот, какие-то конфеты. Вот. Но сначала исчезла одна конфетка там. Я заметил, что каждый день по одной конфетке исчезает. Один человек из подъезда начал кушать эту конфетку. Потом начало исчезать каждый день под несколько конфеток. А потом, когда мы выставляли коробку, то через 40-50 минут уже ничего не было. Это путь любви. Он возрастает, энергия возрастает. А как с умершими-то будет? А нет умерших? Молиться за умерших начали. Так нет умерших. Умерших-то нет. Как вот за умершего молиться, если его нет? Зачем молиться за того, кого нет? Нет. В тонком теле человек же тоже живет. Не только в грубом. И мы контактируем с людьми в тонком теле только. Мы в грубом вообще не контактируем. Вы с твоими близкими общаетесь только с их психикой. Даже тело, когда мы трогаем, это с психикой общение. С тонким телом. Потому что если человек уходит из тела, это тело никому не нужно уже. И до него трогать даже очень неприятно. От тех тела, из которого ушло тонкое тело и душа. Вот допустим, если ноготь растет на моем пальце, он мне очень приятен. Но если я его отрезаю, я его бросаю куда-нибудь подальше, куда-нибудь. Куда-нибудь. Унитаз там, ну, чтобы никто не видел вообще. И волосы, допустим, от спик, чтобы никто не видел подальше куда-нибудь. Но это же такая приятная вещь была, она мне росла. Теперь почему-то я это хочу куда-то выбросить подальше. И вообще это вонять потом начинает это все. Как же так? Есть такой анекдот про тушеные овощи. Жена мужа приготовила тушеные овощи. Их с любовью приготовила, она помолилась Богу. Эти тушеные овощи стали освященной пищей. И они стали обладать особой силой. Ну, это сказка такая. Эти тушеные овощи, они обрели способность разговаривать. И когда муж через некоторое время пошел в туалет, покакал, он посмотрел такой, фу. И тогда эти тушеные овощи сказали, что ты морщишься. Мы были очень красивыми тушеными общами. Но в результате получаса общения с тобой мы превратились в то, что ты сейчас видишь перед собой. Ну так, это между делами. Итак, такой человек, который имеет высшую жизнь. То есть, жизнь в свете веры и милости. В свете знания. То есть, знание не означает то, что математику я выучил, химию, физику. Знание — это знание о милости. Единственное знание, которое существует в этой жизни, — это одно знание. Это о том, что есть жизнь, как собака. То есть, шакал, я подшивый, все ворую, ворую. Один вариант. Вот. Второй вариант. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вот. То есть, пахать, работать. Каждый человек должен работать. Но это не его смысл, его жизнь. Если человек считает смыслом своей жизни, трудиться для семьи, там, все прочее, то он просто умирает от страданий. Им очень тяжело жить. Второй путь жизни — это путь милости. Человек, который верит в знания, он верит в старших, он молится, поклоняется святости этот человек и обретает вот эту силу. В чем она выражается? Первое, что происходит, он знакомится с такими же людьми, у которых есть совесть. Второе, он через них перенимает силу и способность бросить вредные привычки, вести себя по-человечески в семье и так далее. Эта сила просто переходит к нему, в сердце. Ему легко становится это делать. Это уникально, но это так вот работает. Вот. Дальше он получает удачу в жизни, потому что удача — это что такое? Тебя с работы бросили, выгнали, но у тебя есть близкие люди в жизни. И они тебе говорят, мы тебя устроим, не волнуйся, у тебя все будет хорошо. То у меня мама сказала, ты вообще, сынок, вот нигде не работаешь всю жизнь. Ну да, ты лекции там читаешь. Вот когда ты будешь старым, кто о тебе позаботится? У меня вопрос. Я когда старым буду, кто обо мне позаботится? Поднимите руку. У нас столько людей, готово позаботиться. В чем проблема? Нет, нет проблем. Я так ей сказал, говорю, у меня другая жизнь, мама. И нет проблем с этим. Она когда увидела моих друзей, приезжала на лечение, она поняла, что да, это правда. Путь милости, он не тот путь, в котором люди деловые отношения с государством умеют. Это другой путь совсем. Там нет поражения на этом пути. Там нет страданий, потому что там есть любовь всегда из защиты и заботы. Но понять это очень сложно. Пока так не начнешь жить, понять невозможно. И после жизни человек попадает уже не туда, куда обычные люди попадают. Так как он понял смысл жизни, цель своей жизни он понял правильно, то даже смерти он не боится. Смотрите, здесь написано. Его не смущают помыслы о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Не беспокоит об этом, потому что знает, что дальше еще лучше будет жизнь. Не такая, как сейчас. Это знание приходит в сердце. Его не отменишь. Вот как девушка, допустим, она влюбилась в кого-то, она знает, скоро он мне сделает предложение. Это знание отменить невозможно, потому что она знает это своим сердцем. Она уверена в этом на 100%. Потому что она видит поведение человека. Чувствует сердцем, что это так. Я правильно говорю или нет? Она спокойна. Она успокаивается, такая девушка, смотрит на него немножко свысока. И он полностью подчинен ее любви. Он ничего с собой не может сделать. Говорит, кому больше семейная жизнь нужна, девушке или мужчине? Мужчина говорит, женщине, конечно. Девушке больше нужна семейная жизнь по многим причинам. Первая причина. Когда рождается ребенок, девушка получает огромное счастье, а мужчина огромные трудности в жизни. Всегда. Потому что до этого он берет на себя, когда человек женится, мужчина женится, он берет на себя эмоции с жены. Это означает, он берет на себя ее карму. Потому что женщина никогда не будет терпеть эмоции мужа. Если он эмоционально себя ведет, она придушит просто психически. Он должен терпеть просто все. Шансов нет. Должен терпеть. Вот. Он берет на себя эмоции с жены. А когда рождается ребенок, то он берет также эмоции ребенка на себя. Потому что женщина устает с ребенка в отношении. Ты срывается на ком? На мужа. Мужчина, который уже один ребенок родился, он знает, что это тяжело. Он еще не понимает, как эти законы действуют, но чувствует тяжело. А жена говорит, давай еще одну. Еще одну, давай. Если она ему служит хорошо, заботится о нем. Он говорит, давай, потому что он ее любит просто. И все. Готов терпеть еще одну. А если она омолит? Давай хочет, а жена нет. А жене тяжело бывает. Жене тяжело бывает такое. А он говорит, давай, давай. А как же быть, когда мужчина не согласен с такой сказкой, как вы сказали? С какой сказкой? С кармой жены. Конечно, с кармой. Да, с кармой. Не согласен с кармой жены на себя принимать. Да. И доказывает ей свою карму. Любой мужчина доказывает свое, конечно. Ну. Как же тогда? Есть два типа женщин. Есть разумные и есть глупые. Рассказать вам об этом? Нет? Разумные женщины, они знают, что их психика сильнее мужской. Они знают об этом. У них есть знание в сердце. Но они также знают, что если они будут подавлять мужчину, тогда он вообще станет несчастным и ненужным человеком. Разумные женщины знают, что у них есть силы вдохновлять или уничтожить человека близкого. И когда они уничтожают мужа, они сами думают, вот, блин, связалась я с тобой маразматиком. Она сама же его сначала таким делает. Уничтожает его психически. А потом говорит, ну ты вообще. Сама же его таким делает. Потом. Ну, это не разумные женщины. Разумные женщины знают свою женскую силу, что их сила во влиянии на людей. И они тогда, и также женщины знают, что нет такой внутренней возможности мне отказаться от своих желаний. Женщины знают, что желание у женщины это как вулкан. Его невозможно заглушить. И тогда Бог им в сердце дает знание за их разум. Потому что они разумные. Я сейчас только скажу, только в одном проявляется разум женщины. Только в одном. Когда женщина, когда мужчина выпендривается своим знанием, он ведет себя очень круто. Разумная женщина в это время всегда согласна. И скажите мне, теперь ответьте на вопрос, если здесь есть разумные женщины. Что в этом случае в своей жизни она теряет? Вот она теряет только вот это, что она всегда согласна. Все остальное в семье происходит так, как она хочет. Полностью, полностью, все. Так живут разумные женщины. А глупые женщины живут по-другому. Они постоянно сражаются с своим мужем. До того момента, как у него не случится инфаркт. А у него случится раньше, однозначно. Женщина психически сильнее. Поэтому глупых женщин, они всегда больны, глупые женщины. Вот. И у них есть три стадии заболевания. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья стадия – вдова. Олег Геннадьевич, вы про это в 16-е это говорите. Но, к сожалению, всегда интересно. Понимаете? Поэтому вам жить вечно, вечно, и все. Чего не слышно? Вопроса не было. Мы просто… У нас близкие отношения. Он просто мне сказал, что Олег Геннадьевич, вы одно и то же говорите, 16 лет у жена. Я больше ничего не знаю. Я не знаю, зачем он все говорит. Я ему говорю каждый раз, но я ничего не знаю, зачем приходишь на лекцию. Приходится. Итак, для такого человека, который идет этим путем, есть только одна забота. Одна забота. Он хочет продолжать жить в знании, получать милость каждый день. Он молится старшим. И вторая забота – это не поддаваться на страдания, которые приходят от боли людей. Потому что люди все страдают вокруг, и из-за этих страданий они злятся, ненавидят. Они испытывают боль, и поэтому они мучают других. Человек, который живет в знании, он должен стараться изо всех сил прощать людей, которые мучают его вокруг, и поступать с ними правильно, по-доброму. Все. Вот у нее две заботы. Это получать счастье в отношениях с возвышенными людьми и правильным отношением, добрым отношением. Доброта означает терпеть. Но терпеть означает понимать, понимать, что люди страдают. Я разок, я не понимал долгое время, я начал в молитве пытаться, медитировал, почему люди ругаются. Я все глубже, глубже погружался в психику. И в один момент меня осенило. Представляете, единственная причина, почему люди ругаются, это то, что им просто обоим очень сильно больно. И все. Не то, что они злятся, ненавидят друг друга, они не злые, не плохие, а просто им очень больно в сердце. И все. Из-за того, что им больно, они поэтому ругаются. Все. Причина – это боль. Теперь у меня к вам вопрос. Вот человеку, если очень сильно больно, будете его ругать или нет? Вот человек порезался, он такой... Он достоин только чего? Заботы просто. И поэтому, для того, чтобы не ругаться с человеком, нужно понять только одну вещь, что в это время ему очень больно. И все. И в этот момент тебя отпускают сразу. Ты не хочешь дальше злиться на него, ничего. Просто пойми, что ему очень больно. А понять это непросто. Потому что тебе же тоже больно рядом с ним. Он-то нападает на тебя, он тебе же делает больно, он тебя мучает. Но когда человек находится в контакте с этой милостью, с этой силой, его озеро терпения или внутреннее счастье, оно очень большое. И его хватает не только на него, но также на тех, кто рядом. Почему? Кто такой спокойный человек? Спокойный человек – это тот, у кого больше внутреннего счастья. Потому что спокойный человек готов даже отдать тому эту энергию счастья, кто его оскоргает. Вот тебя, допустим, оскоргают, а ты отдаешь ему его счастье. И тебе тоже остается, и поэтому ты спокоен. Почему человек беспокоен? Потому что ему и так мало счастья, а когда кто-то нервничает, у него последнее забирает, и он выходит из себя, начинает ругаться. Как не ругаться? Для этого надо получать, получить связь с той силой, которая дает бесконечное счастье. Очень много счастья внутри. Итак, это было высказание Марка Аврелия. Прямой путь или правило поведения, которому надо следовать недалеко от людей. Недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от людей, то есть не согласовано с природой людей, то такое правило не должно быть правилом поведения. Не должно быть принимаемо за правило поведения. Плотник, который вытесывает топорище, имеет перед собой образец того, что он делает. Взяв руки топорища, того топора, которым он тешит, он смотрит на него и стоит с другой стороны. И после того, как сделал новое топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они исходны. Так мудрый человек, который питает другим такие же чувства, какие он питает к самому себе, находит верное правило поведения. А теперь то высказывание, которое я очень люблю у Льва Толстого. Очень люблю. Он не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему сделать. Поэтому прежде чем что-то делать, нужно сначала остановиться и вспомнить это правило. Я не всегда так делаю, но когда я об этом думаю, то всегда все получается. Потому что когда мы что-то делаем, мы не думаем о том, как бы мне это было. Но когда ты думаешь об этом, сразу же пропадает желание делать. Потому что то правило поведения, которое возникло у меня внутри, оно может возникнуть от сердца или от судьбы. От сердца это милость, это связь со старшими. А от судьбы это просто тебя напрягло и ты так действуешь. Так вот, знаете, когда человек сравнивает с тем, как бы мне это было, он сравнивает это со своей собственной совестью в этот момент. Или с тем, что является истинными правилами. Истинные правила связаны с Богом. Совесть это представительство Бога в нашем сердце. Истинные правила связаны с Богом, все остальные правила выдуманы. Когда человек делает правильно что-то, он всегда сравнивает с тем, как бы для меня это было. Вот допустим, вчера я ехал в машине, мне все говорят, какая лекция классная. Я сижу и думаю, вот я вчера наезжал на народ конкретно просто. Думаю, а если бы на меня так наезжали, я бы высидел три часа. Я понял, что лекция была не очень классной. Я почувствовал это. Потому что, ну я со своей сверхдушой разговаривал, со своей совестью. У ней свое мнение, поэтому помню, у вас свое. Мнения разошлись. То есть идея в чем заключается? В том, что этот путь без поражений. Это прямой путь. Это Конфуций сказал. Прямой путь жизни или правильная жизнь, или правильные правила поведения стоят очень близко с людьми. Делать для людей так, как бы ты хотел делать для себя. Все. Вот поставь человека, вот искренне поставь себя на его место и попробуй послушать это все. Что ты сказал, что ты сделал. Очень трудно это сделать. Но когда сделал, раз, тебе сразу правильный ответ. Как действовать в этой ситуации с этим человеком? Все. Очень легко. Но сделать это очень трудно. А потом очень легко становится понять, что делать. Вот если ты не понимаешь, что делать, поставь себя и дальше вот это все проверни. Потом очень легко понять, что дальше делать. Например. Ребенок пришел со школы. Он получил два. Вы смотрите на него. И говорят, ну что, двойку принес. Опять. Но прежде чем это сделать, вы можете просто поставить себя на его место. Вот он маленький ребенок. Он еще мало чего соображает вообще. Единственное, что детям нужно, это любовь. Просто любовь и все. А ради нее они готовы на все. Пятерки получать, что хочешь. И сейчас он идет с двойкой. У него есть свое понимание, почему он ее получил. Объяснение свое. Но никому это не интересно. Всем интересно только пятерки. Вот это ребенок так мыслит. И если вы вошли в его положение, вы это прокрутили. Теперь приходит ребенок. Допустим, вы в этот момент, когда вы дневник взяли. Видели двойку. Все прокрутили сначала. А потом ему говорите. Закрываете дневник и говорите. Ну, расскажи, как это так все было. Вот как так вот получилось, что ты ведь хороший вроде очень. Не то, что мне там двойка, это Бог с ней с этой двойкой. Расскажи, как это все получилось. Почему тебе поставили двойку? Давай поговорим. Ну, я думал, что она меня не спросит. Ну, хорошо, ладно, Бог с ней. Думал, что не спросит. А почему ты так думал? Ну, не знаю. Вот как-то мне трудно вот эти уроки учить по математике. И поэтому я думал, что она меня не спросит. Что тебе математика не нравится? Не знаю. Тебе легко уравнение решать? Очень трудно. Ты понимаешь то, что там говорится? Очень трудно понимает. Плохо понимает. И почему ты не выучил тогда? Ну, потому что, когда меня заставляют математику учить, мне еще тяжелее становится. Потому что я учусь, учусь, я так устал. И потом я уже боюсь даже эти уроки делать. Что мы выяснили в этот момент? Что у этого человека нет природы с этой математикой вообще иметь дела какие-то. И надо поменьше его этим грузить вообще. Потому что его сверхдуша, его совесть направлена на другой какой-то предмет. Это не его природа. Наша задача – вскрыть природу ребенка. Понять, куда его направить. А не понять, где его глушить. Как отбить разум у ребенка? Очень просто. Надо заставлять делать его то, где ему очень трудно жить. Вот, допустим, смотрите, у женщины в семейной жизни есть разные обязанности. Допустим, одной женщине легко готовить, тяжело стирать. Как сделать так, чтобы она вообще ничего не делала? Надо ее заставлять стирать каждый день. И она даже готовить уже не сможет пока. Как сделать так, чтобы ей все легко было делать? Надо ей помогать стирать и вдохновлять ее готовить. Говорит, мне так нравится, как ты готовишь, а стирать я тебе могу помочь. И тогда она будет и стирать, и готовить потом сама. Вот моей жене очень трудно готовить. Очень тяжело, она потеет, когда готовит. Она вкусно готовит, хорошо, но очень тяжело. Это для нее аскеза. Я подхожу, говорю, давайте помогу. Она говорит, помоги мне, так тяжело. Я беру, мою кабачок. И она видит, что плохо мою. Женщина моет намного лучше всегда кабачок. Она же смотрит внимательно, как я мою этот кабачок, смотрит. Потом улыбается, говорит, ну все, иди, я сама теперь. Ведь я запустил процесс просто. Я ничего не делал, только помыла один кабачок. Но ей уже легче готовить стало. Потому что надо просто начать было. Очень трудно было начать, и потом она начала, и все, и пошла уже сама готовить. Ну как это получилось? Я просто пошел в ее положение. Пытался понять, почему я вот пытался войти в эту ситуацию ее жизни. Почему ей так тяжело. И когда я понял, почему я вот так легко справляюсь с этой ситуацией, без проблем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что надо изучать эту тему. Как вот входить в положение другого человека. Как пытаться, надо настраиваться на него. Пытаться понять, как он живет, чем он живет. Потому что мы все разные. Что такое гармония в семейной жизни? Вот смотрите, женщина очень активная, такая, быстрая, шустрая. Какой муж ей достанется по гармонии? Медленный такой, да, уравновешенный такой. Это гармония. Это не то, что некоторые люди думают, нам не повезло. Мы дисгармоничны. Это гармония как раз и есть. Я разок одну книгу читал, трактат такой древний, тибетский. И там написано семейные отношения. А у буддистов это трактат даосизма. Даосизма, дао написал, дао. И там все этими, такими иносказаниями, такими аллегориями написано. И там написано семейной жизни. И дальше идет толстый, тонкий, активный, пассивный, горячий, холодный и так далее. Я читаю, блин. И там написано гармония в семейной жизни. Гармония. Горячий, холодный, тонкий, толстый, пассивный, активный, быстрый, медленный. Это гармония, оказывается. Когда я это понял, я успокоился полностью. У меня не стало никаких сомнений по поводу моих отношений с женой. Полная гармония. И для чего эта гармония нужна? Только для того, чтобы мы учились любить друг друга. Потому что любить означает принять просто все. Принять. Это очень трудно сделать. Но это надо делать. Все то, чем люди так восхищаются, все ради приобретения, чего они так волнуются и хлопочут, все это в конечном счете чаще всего не приносит им ни малейшего счастья. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, чего они добиваются в своей жизни. Но только они получают желаемое, они опять начинают волноваться и сокрушаться о том, чего еще не добивались. Так, переключается сознание. Вроде бы уже добился этого, но надо дальше чего-то. Немедленно это происходит. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих мирских желаний достигается свобода человеческой жизни. Но наоборот. Переключением себя от таких желаний. Желание — это та вещь, которая будет всегда в жизни человека существовать. Но если человек свои желания направляет туда, где бесконечно много можно получить, тогда он становится по-настоящему свободным и счастливым. Вот сколько я любви и радости могу получить в отношениях с вами на лекции? Есть грань какая-то? Предел есть? Нет или нет? Да, имеется. Где он? Какой-то определенный уровень, наверное. Уровень предела, да, есть? Нету? Нет? Любви может быть больше и больше и больше. Бесконечный океан. Вы, наверное, позавидовали, да, сейчас? Чувствую, вы как-то так. Нет? Нормально? Да, хорошо. Я думаю, что я, может быть, и не смогу иметь такой любви, но вы сможете. Вы сможете однозначно. То есть, в отношениях нет предела, когда человек стремится к любви, он стремится к возвышенным вещам, нет предела в этом во всем. Нет предела. Бесконечно много. Но когда человек начинает стремится к тому, что, на что действует другая сила, есть две силы в этой жизни, тогда ограничитель вступает в силу. Смотрите, веда объясняет, что в этом мире действуют два вида времени. Одно времени все возрастающее счастье дает время, дает все возрастающее счастье. И люди чувствуют это время, что оно дает, есть такое время. Все возрастающее счастье дает. А другое время заставляет человека страдать все больше и больше в жизни. Вот смотрите, тело стареет каждую секунду. Но мы верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот, но тело стареет каждую секунду. Чем больше стареет тело, тем меньше у него возможности быть счастливыми. Кушать уже не так вкусно. Сексом уже не так заниматься, как раньше. Вот, ходить тяжелее. Спать тяжелее. Уже сон поверхностный становится с возрастом. Так или нет? Тело стареет возможности быть счастливым меньше. Но откуда же эта идея идет откуда-то, что завтра будет лучше, чем вчера? Откуда она идет? Почему так человек думает? Потому что есть другое время. Есть материальное время, которое связано с материей. Любая материя стареет. Вот стакан развалится или нет? Он стеклянный, вроде крепкий. Развалится или нет? Обязательно. Это, по мое предсказание, стакан. Первый мой наставник по хиромантии, это линия на руках, дал мне первый урок по хиромантии. Он, я его спросил, расскажи мне о моей судьбе. Посмотрел, говорит, видишь, вот линия жизни. Я говорю, вижу. Все, вот очень просто. Ты помрешь обязательно. Вот здесь заканчиваешь линия жизни. Я говорю, а когда? Он говорит, это не имеет большого значения. Важен сам факт. То есть, это тело тебе придется оставить. Это первый урок по хиромантии. Это стопроцентное предсказание. Моему наставнику в Америке, учителю моего духовного учителя, в Америке задали вопрос. Один скептик, такой скептический иностранный человек, встал, говорит, вот вы, говорит, говорите нам индийское знание, американцам. У нас уровень, у нас как бы смертность намного ниже, чем в Индии. Зачем вы нам говорите это знание? Вы хотите, чтобы мы тоже так же мерли, как мухи, как вы? Он говорит, что вы имеете в виду под словом смертность? Он говорит, ну у нас смертность здесь, в Америке, ниже, чем у вас. Он говорит, поэтому я приехал из Индии к вам сюда, в Америку, чтобы вы поняли, что смертность везде стопроцентная. Люди думают, что они вечно будут жить, у них смертность ниже. Он пообъяснил, что это тело временное, временную природу умеет. Итак, смотрите, для того, чтобы получить что-то материальное, допустим, я хочу заработать на квартиру, что мне надо делать? Сначала работать, потом будет квартира. Для того, чтобы получить счастье в отношениях, что мне надо делать? А? Устроить, вкладывать. Вкладывать отношения. Нет, вы ошибаетесь. Самим стать, а самому стать счастливой. Нет, нет. Для того, чтобы получить счастье в отношениях, надо просто взять и получить их сразу. И все. Это происходит немедленно. Есть духовная энергия. Она действует сразу. В нее надо просто вложить свои силы. И сразу ответ. Если я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне. Ответ сразу происходит. Это не через пять лет будет. Квартиру надо ждать пять лет, а улыбка сразу приходит назад. Видите, когда человек в духовную энергию вкладывает, он сразу счастлив. Он счастлив становится сразу сейчас. А материальное нам тоже нужно в жизни. Нам надо работать, чтобы квартира была. Но где взять силы? Надо большую часть своей жизни посвятить тому, что дает сразу результат. Видите, пока люди очень сильно настроены на то, что находятся под влиянием материального времени, которое все разрушает, оттягивает. Они страдают очень сильно, потому что счастья-то нет. Человек не может жить без счастья. Знаете почему? Потому что энергия ума, счастье приходит в ум через чувства. У нас есть пять чувств. Эти чувства приносят счастье к нам. Чувство вкуса приносят счастье через рот. Чувство взгляда приносят счастье через глаза. Через души приходят счастье через нос, через осязание. Это все связано с умом. Ум получает энергию счастья для того, чтобы питать ей все органы и системы организма. И также психика. Все питается энергией счастья. Если не получать, человек болеть начинает. Он становится страдающим, несчастным, больным. Потом вообще погибает без счастья. Человек нуждается в энергии счастья постоянно, каждую секунду. Если он перед сном не получил нужную дозу счастья, он даже заснуть не может. Потому что даже для того, чтобы заснуть, нужна нужная доза счастья. Вот вспомните, как вы засыпаете. Вот так, надо что-то хорошее вспомнить. Что-то хорошее надо вспомнить. Иначе не заснешь. Бессонница будет. Когда человек о делах перед сном думает, он не может заснуть. Бессонница. Потому что дела сжирают все счастье. Итак, вы запомнили? Экзамен этот сдали для себя? Счастье съедают дела. Которое нужно для здоровья, для психики, для всего нужно счастье. Чтобы все работало в организме. Дела съедают это счастье. Кто думает целый день о делах. Что он получает? Бессонницу. Геморрой. И другие вещи, очень нужные в человеческой жизни. Что можно радовать? Геморрад, не бывает, а я буду радовать. О, радовать. Спасибо вам. Спасибо. Вы очень искренний человек. И вы со мной сейчас разговариваете правильно. Правильно. Потому что мы сейчас с вами вскроем более глубоко эту тему. Не дай Бог. Не дай Бог вам получить ситуацию в жизни, в которой дела вас будут радовать. Не дай Бог. Это самое опасное. Почему? Потому что у человека есть два периода в жизни. Все планеты так стоят, что у них есть максимально хороший период и максимально плохой. Всегда. Когда человек радует дела, ему все нравится, все хорошо. То этот человек в этот момент, он занимает ту позицию в жизни, что так должно быть всегда. Вот если сейчас статистику провести и спросить у людей, у кого сейчас нормальная жизнь, все хорошо, люди поднимут руки. И я его спрошу, у этого человека, у вас всегда будет такая жизнь? Он скажет, конечно. Это называется привязываться. Вот человеку очень легко привязаться к счастью. Когда его радуют дела, и у него все хорошо, он привязывается к этому счастью. А потом, когда, не дай Бог, у него будет нормально, как у всех, неплохо, а нормально, он будет страдать в этом моменте. Поэтому веды говорят, человек не должен привязываться ни к счастью материальному, ни к страданиям. Потому что здесь есть люди, у которых все плохо, и они чувствуют, что никогда не будет лучше. Вот у кого жизнь совсем прямо уже в тупике, уже в счастье вообще нет никакого. Поднимите руку. Как вас зовут? Елена, вот у вас плохой период в жизни закончится через два с половиной месяца. А потом начнет все лучше и лучше становиться. И этот плохой период длится уже около семи лет. Все правильно, да? Но вы верите, что потом лучше будет становиться? У вас вы сказали, а Геннадьевич верю, но не очень, если честно. Так вот, знайте, что сейчас вы страдаете по той причине, что вы не знаете, что это тоже скоро закончится. Я вам сказал срок, посмотрите. Причина ваших страданий, что вы привязались и к плохому. Почему человек привязывается к хорошему и плохому, я сейчас объясню. Это объясняется в этом. Все очень просто. Смотрите, вот этот мир, в котором мы живем, это засада. Как она действует, я сейчас объясню. Когда человек просто смотрит на этот мир и выполняет свой долг перед ним, приходит счастье, он ему радуется, но он не доверяет этому всему, что это надолго. Вот муж в нашей жизни, навечно, нет? Нет. Вы говорите, меня муж никогда не просит. Это правда. Но он может оставить тело. Вы будете рядом с ним, гад такой, ты что оставил тело, меня не предупредил. Но он как бы сам не хотел. Может оставить тело просто. Нечаянно причем. Понимаете? У меня есть один знакомый, он живет в монастыре. И он такой счастливый, хотя у него тяжелая болезнь очень. Я ему говорю, давайте приезжайте к нам полечиться через три месяца. Вот такой посмотрел на меня и очень разумно, так спокойно мне дал знание своего вот этого счастливого состояния в жизни. Почему он так счастлив? Он передал мне это знание. Очень спокойно. Меня поучил немножко. Очень нежно. Он мне сказал, я не знаю, приеду или нет. Я так удивился. Говорю, ну вам же лучше стало. Почему вы как бы сомневаетесь? Он говорит, я ни в чем не сомневаюсь. Просто я не знаю, приеду или нет через три месяца. Я говорю, а почему вы не знаете, если вы не сомневаетесь в лечении? Он говорит, ну я не планирую так надолго, на три месяца. Я говорю, а почему? Он говорит, ну знаешь, я могу раньше тело оставить. Я говорю, что так сильно больны? Он тогда посмотрел на меня внимательно и сказал мне очень по-доброму. И ты тоже можешь раньше тело оставить. Просто говорит, ты об этом не думаешь. Я говорю, а почему я об этом не думаю? Он говорит, ну потому что еще не пришло время тебе так думать. Что я такой, слишком здоровый? Он говорит, нет, по другой причине. Когда человек не рассчитывает сильно на то, что здесь происходит в этом мире, а человек не может совсем ни на что не рассчитывать в своей жизни, ему придется на что-то рассчитывать, тогда он все свои силы вкладывает туда, где находится все возрастающее счастье. Потому что этот мир предназначен только для учебы. Он будет нас учить. К квартире привязался, там будет страдание. К жене привязался, там будет страдание. К здоровью привязался, там будет геморрой. Привязался к пище, значит пища будет тебя мучить. Если человек просто любит все, что здесь происходит, это хорошо. Но если он хочет использовать это все и наслаждаться этим, у меня будут только хорошие периоды в моей жизни. Тогда все плохо. Тогда будешь страдать. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Почему горьких слез? Потому что учись спокойно относиться к этому миру. Это не значит, что ты не будешь в нем испытывать счастье. Вот допустим, сегодня вы меня слушаете с любовью. Это не значит, что у меня будет возможность завтра читать эти лекции. Это не значит вовсе. Это не значит, что я вечно их смогу читать. Завтра могут мне запретить их, что я уже не смогу. Такое может быть. Поэтому я должен просто благодарен быть в судьбе за то, что происходит, но ни на что не рассчитывать. Это и есть счастливая жизнь. А вот любить вас я могу вечно. С этим нет проблем. Мне никто не запретит любить людей. Никто не запретит в этом мире. Ни правительство, ни начальство, там никто. Понимаете? С этим нет проблем. И так есть сфера, в которой все возрастающее счастье. Это сфера, в которой человек сразу достигает того, чего он хочет достичь. Запомните это сразу. Надо только включиться в эту сферу. Проблема в том, что заключается в том, что мы постоянно включены в другую сферу в своей жизни. Мы не включены в ту, где находится все возрастающее счастье. Для этого нужно отвлечься от всего, сесть напротив святого человека, который всегда включен в сферу все возрастающего счастья. И начать с ним отношения. Хоть мы и не знаем, что это возможно. Пробовать. Надо начать вот эти отношения. Я хочу служить тебе. Я хочу твою жизнь понять. Начинаем читать его о его жизни. Так, он жил вот так-то, так-то, так-то. Очень интересно. Вы включаетесь в этот момент в сферу все возрастающего счастья. И чем больше вы в этой сфере будете находиться, тем больше у вас будет сил делать все ваши дела. Первое, что у человека есть в его возможностях делать дела, это ощущение, может он это сделать или нет. Люди в основном действуют слепо. Они не думают о том, могут они объем этот потянуть или нет. Человек берет ипотеку, он не знает, сможет ее отдать или нет, но он верит, что отдаст. Это безумие. Но когда человек молится святому человеку, у него в сердце появляется вот это чувство. Он смотрит на этот мир не слепо, он не ищет от него счастья, он его оценивает. Мы должны оценивать этот мир. Когда ты замуж выходишь, оцени человека. Не слепо верь в него. Я Васеньке верю, он очень хороший. Будешь страдать, значит. Оцени этого человека. Кто он такой, как он живет. Готова ли ты принять такую жизнь? Оцени. Это не значит, что ты не должна Васеньку любить. Любовь как раз тебя и спасет. Потому что полностью оценить ты его все равно не сможешь. Он все равно тебя будет мучить. По-любому. Любой Васенька будет мучить обязательно. Любая Машенька тоже будет мучить обязательно. Вопрос, насколько я смогу это перенести. Поэтому люди, когда под венец шли, они плакали. Были серьезными. Сейчас все радуются. И клятву дают. Согласна ли ты выйти замуж за него? Конечно! Хорошо, запишем. А потом началось. Ах, мамочка! Ах, мамочка! Каталась с ней везде. Посречалась с корюшкой на своей корюшке. Ах, мамочка, зачем? И так человек не должен привязываться к тому, что здесь происходит. Не надо привязываться. Замуж надо. Но не надо думать, что это будет прям вот совсем вот. Этот мир создан для экзамена. Здесь нет абсолютного счастья. Как некоторые женщины думают, что есть бесконечная любовь здесь, бесконечная счастье. Если я найду такого человека. Это неправильное мышление. Здесь нет такого. Он создан для экзамена. Но счастье в семейной жизни невозможно, если к нему не привязываться. Если ты просто выполняешь свой долг перед женой, наступит момент, и она принесет тебе счастье. Неожиданно. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, темный ясно встал в дверь. Долго-долго спорил с ума. Ради этой встречи с тобой. Долго-долго плыл за моря. Знаю, это было не зря. Это неожиданно приходит в нашу жизнь. Это факт. Я с вами хочу согласиться в этом вопросе. Где женщина? Соглашусь, да. Но не думайте, что это будет всегда. Не надо к этому привязываться. Приходит время, люди страдают. Неизбежно в этом мире. Но счастье, которое сразу, немедленно возникает в сердце человека, оно истинное, настоящее, вечное. И соответствует слову счастье. Что значит счастье? Сейчас означает сейчас. Тье означает жизнь. Жизнь сейчас. Сейчас. Счастье означает жизнь сейчас. Жить сейчас возможно только в духовной сфере. Больше нигде жизни сейчас нет. Если человек хочет получить счастье от учебы, ему надо его, чтобы получить, он должен выучиться. Это счастье не сейчас. Если он хочет получать счастье от семейной жизни, счастье не сейчас, а потом. Надо ждать. Но когда человек просто начинает служить другим, заботиться от других, перестает ждать счастья, начинает действовать для других. Молиться святому человеку, служить ему, выполнять его наставления, действовать для других. В этот момент он получает счастье. Сейчас. Но он не может это оценить. Когда человек оценивает, что он получил, он выходит из этого состояния. Человек может быть счастлив бесконечно, и счастье будет только возрастать и возрастать, если он забыл о себе и думает только о других, заботится только о других, и ничего не желает взамен. Если вы попробуете так действовать, вы узнаете, что вы не можете так жить. Для того, чтобы так жить, нужно это делать для того, кто так живет. Если вы так будете жить для святого человека, для его удовлетворения это делать, тогда вы сможете это легко делать. Потому что такая сила, духовная энергия жизни переходит от одного к другому. Она не возникает никогда просто с неба. Вот мы, допустим, пожертвование кому-то дали, бескорыстно пошли, потом... Оп! Зачем я столько денег дал? Оно само вылазит изнутри. Никто не звал. Понимаете, о чем я говорю? Как бороться? Ну, уже вылезло, что делать теперь? Уже не бескорыстно. Уже никак не попаришься. А если ты сделал для святого человека, то это не вылезет. Потому что ты же не сам это сделал, ты это сделал для него. И если вылезет, скажет, зачем я столько денег дал? Как, зачем? Я же хотел это сделать для святого человека. Есть объяснение. А в Омске есть святые? Конечно, везде есть. Искать? А их невозможно найти. Потому что святые люди очень скромные. Они не нуждаются ни в чем. Они не рисуются никогда. Они постоянно заняты духовной практикой, внутренней жизнью. Как вы их найдете? А? Как? Да, они думают о людях, заботятся о тех, кто связан с ними верой. У меня был такой случай. Я, когда интересовался православием, был в Сергеем Посаде и увидел одного человека, заботящегося о всех. Он такой старенький сидел, к нему люди в ельнице подходили, и он дал им совет. Я тоже встал в очередь, но потом я не подошел. Знаете, в чем причина? А в том, что я не обладал верой. Я видел у него только глаза чистые, как у ребенка, добрые, светлые, и очень строгие. Когда я увидел, что они строгие, я понял, что он мне скажет то, во что я должен поверить. А если я не хочу ему верить, тогда нечего в очереди стоять. То есть он со мной поговорил раньше, чем я с ним начал общаться. И тогда я понял, что святые люди общаются только с теми, кто готов жить по-другому. А если не готов, тогда он не будет общаться просто и не покажет себя. Понимаете? О чем я говорю? А если даешь святому, и все равно поскольку твое вылазит, как с этим бороться? Ну как бороться, я не знаю. Это нормально. Надо просто молиться дальше, отношения. Понимаете, со святостью отношения строятся сначала на расстоянии. Ставите фотографию, начинаете молиться. Постепенно вы увидите, что постепенно ваше отношение становится глубже, глубже. Между людьми всегда отношения строятся только на расстоянии. Не думайте, что даже с женой вы сможете отношения через беседу построить. Это просто обман. Как с женой построить отношения? Молитесь святому человеку, вспоминайте жену и для нее также молитесь. И постепенно вы самое лучшее в ней узнаете, вспомните. И уже вспомните, что вы это видели в ней самое лучшее, когда вы с ней только встретились в первый раз. Самое чистое и светлое вы уже в ней знаете, но забыли. И когда вы будете думать о ней как о чистом светлом человеке, тогда вы с ней будете возвышены отношения строить со своей женой прямо. И она будет очень счастлива рядом с вами. Все. Очень просто. Надо это постоянно восстанавливать, вспоминать. Итак, сфера жизни, в которой все возрастающее счастье, к которому мы так стремимся, в нее надо просто включиться. А для этого нужно открыть ключик. Это святое место, священное писание, изображение святого человека, изображение Бога. Это ключики вхождения в бескорыстную силу вот эту. Где бесконечное счастье? Сколько хотите счастья? Чем больше туда погружаюсь, тем больше счастья. Но чтобы счастье возрастало, надо это постоянно обсуждать с кем-то. Надо на эту тему общаться. И поэтому мы встречаемся. Каждый раз я приезжаю, люди приходят, потому что есть о чем поговорить. Это бесконечная тема. Она все глубже и глубже проникает в сердце, хотя вроде бы говоришь одно и то же. Я тоже общаюсь со своими друзьями на эту тему постоянно. и со старшими так же. Так же, как вы со мной. Точно так же. Все то же самое. Но там я не сижу так высоко. Итак, если хочешь убедиться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых занятий и желаний. Хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на то, чтобы это все было. И ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше счастья, чем получал от того, что ты добивался всего этого внешнего. Покинь общество людей, которые сильно хотят этого счастья. Перестань угождать людям, занятым этими вещами и воображать, что именно от них ты получишь что-то нужное себе. Ищи наоборот в своем окружении людей праведных и разумных. И уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от таких людей, если только придешь к ним с чистым сердцем и добрыми мыслями. И вот так вот. Я когда в Киев первый раз приехал лекцию читать, сейчас там очень удивительная атмосфера, но тот первый день я не забуду. Там сидело примерно 50 человек, это было лет 15 назад. И они все-то вот так вот сидели, вот так вот. Смотрели на меня очень настороженно, добрыми мыслями. Если ты не веришь мне на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать хоть несколько шагов на пути к отношениях с ним, и это даст тебе истинную свободу. А тогда уже сам решай, куда тебя больше тянет. К этой свободе и счастью или к тому радству, в котором ты постоянно живешь. В таком опыте ведь нет ничего постыдного. испытай себя. Испытай себя. Попробуй отношения со святостью. Эпиктит. Видите, он говорит, ты, это он дает наставления своим ученикам. Не нам, а своим ученикам, близким, своим людям. Эти наставления были записаны все, и теперь Лев Толстой пропубликовал, и мы теперь их читаем. Это у нас была тема, не законченная вчера, ответственность, цель и важность человеческой жизни. Теперь мы изучаем следующую тему вера. Лао Цзи. Тот, чья вера слаба, не может других возбудить веру. вера передается от одного человека к другому. Невозможно самому во что-то поверить, потому что вера означает опыт. Вера это не слепость. Как некоторые говорят, люди верят, потому что им надо куда-то свою слепость девать. Вера это опиум для народа. Вера это опыт человека. Это не слепость. это то, что дает ему защиту в жизни. Вот во что человек верит? Это легко определить, когда у него беда. Когда у человека беда, он бежит туда, во что он верит? Потому что там защита в этом месте. Если вы бежите к кошечке, значит, вы верите в кошечку. Если вы бежите к жене, значит, к жену. Если к ребенку, значит, к ребенка. Если к Богу, значит, к Бога. В Бхагавадгите в очень возвышенном Писании ведическом говорится, во что бы не верил человек, такой природы он немедленно достигает, оставляя свое тело. Если он верит в животных, значит, он становится животным. Если он верит в детей, значит, он похожий на своего ребенка, становится следующей жизнью. Верит в мужа, значит, как он. Если он верит в Бога или в святого человека, значит, становится святым. Если он верит в Бога, достигает божественной природы. То есть, он освобождается из материального тела уже. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек сам себя выставляющий не может светить. Кто доволен сам собою, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на самого себя. Лао Цзи. Смотрите, интересная вещь. Что такое разум? Удивительная вещь разум. Разумный человек обладает силой действовать в этом мире. Вот я летел в самолете компании Аэрофлот, открыл журнал компании Аэрофлот и увидел лицо возглавляющего компанию Аэрофлот. Что я увидел? Лицо разумного человека. У него очень спокойный взгляд. У него очень мягкие манеры. На лице видно, что он очень мягкие манеры. У него он очень строгий одновременно этот человек. Видно, что у него хорошая память. У него внимательный очень взгляд. Значит, хорошая память. Поэтому лицу также видно, что этот человек имеет силу. У него статус такой, он статусный. Статусные люди не видны сразу. у них какая-то сила. Знаете, они как изваяние такие. Как извоняние такое выглядит. Я думаю, вот это человек, имеющий сильный разум. Способен держать такую крупную компанию, развивать ее. И в ней все правильно. Лажено, работает хорошо. обрадовались тому, что у него сильный разум. Некоторые обрадуются, некоторые потом. Надо посмотреть, что там за фотография. Это называется зависть. Когда человек сталкивается с силой, то у него две реакции бывают всего. Когда человек сталкивается с чужим разумом, бывают всего две реакции. Первая реакция почтения означает, перенимает эту силу разума. Вторая реакция злоба означает, что эта сила разрушит остатки его разума. Или человек сопротивляется разуму других или принимает. Одно из двух. Или разум твой сталкивается с человеком или принимает человека. Одно из двух. Но видите, есть разум который используется в материальных целях. Это хорошо, это нормально. Люди, которые используют разум в материальных целях, они легко могут зарабатывать большие деньги без сильного напряжения. Если есть разум. Но вот в материальной деятельности разум не копится, он там тратится. Знаете, по какой причине? Сейчас я вам расскажу. Разум тает, когда человек получает деньги, славу, и еще что? И положение в обществе. Три вещи. Когда человек получает, его разум слабеет. По той причине, что все эти вещи увеличивают в разуме эгоизм. Если у меня много денег, что происходит сразу? Я сразу вижу, что у других меньше. Это означает, я стал гордым. Если у меня много славы, значит, я что делаю? Пренебрегаю людьми уже другими. означает, я стал гордым. Если у меня много власти, то же самое. Я здесь главный, а вы подчиненный. Понимаете? Все это означает тупость. потому что, когда человек начинает себя считать лучше других, он теряет все в своей жизни. Это называется гордость. Видите, здесь об этом Лаузе говорит. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может стветить. Тот, кто доволен сам собой, не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на себя. Что значит не полагаться на себя? Вы мне говорите, Олег Иначе, у вас замечательные лекции. Если я в это поверил, я деградировал. Все. Потому что лекции, которые я читаю, они возможны только потому, что есть личность, которая дает мне силы их читать. Все. Это мой наставник. Все остальное для меня это просто безумие. Потому что если я поверю, что я могу хорошо читать лекции, на этом все хорошие лекции закончатся. Потому что такие лекции станут подобно отбросам, вонючим. Потому что когда человек гордится собой и читает лекции, до свидания, хорошие лекции. До свидания. понимаете, как опасно? Есть такая молитва ведическая, древняя молитва. Она очень удивительная. Там святой человек молится, говорит, о мой всемогущий Господь, мне не нужно богатства, я не хочу копить богатства. Мне не нужны последователи и те, кто любит меня за мою красоту. Я хочу только из жизни, из жизни абсолютно бескорыстно с любовью служить тебе. Пожалуйста, сделай меня атомом у твоих столб. Такая молитва. Мне ничего не надо в этом мире. Да, человек читает такую молитву в своем сердце, он становится очень разумным, потому что настоящий разум, сильно действующий, что такое разум? Действующая сила в этом мире, он всегда дает человеку необыкновенные способности в этом мире. Вот посмотрите, кто такой Суворов. Он всегда останется героем. Почему? Потому что человек был необычайной скромности. Он был огромного влияния человеком. Он мог вдохновить на любое сражение свою армию, на любое сражение. За ним шли солдаты куда угодно. Понимаете? Куда они пошли? В горы, которым было сотни километров гор. И они пошли в эти горы, на конях, на всем, просто пошли туда вперед. Без всяких дорог, без всех, просто горы, и все. Пошли вперед. Не все пришли, но они победили. 50-тысячная армия Суворова победила 500-тысячную армию противника. Это небывалый результат. Никто не ожидал такого вообще. Невозможно. Точно так же Александр Македонский. 40-тысяч армии против 300-тысячной армии Дария, царя Дария. Шансов не было у царя Дария победить эту 40-тысячную армию. Потому что самая главная сила в сражении это боевой дух солдат. Вера. Вера. Так смотрите, интересная вещь. Когда человек чуть-чуть гордится собой, ему верить нет? Нет. А гордость от чего возникает? От того, что человек принимает себе то, что он получил. Она подсознательная вещь, это гордость. То есть мне деньги пришли, у меня раз гордость вошла. Гордость вошла, что вместе с ними вошло, вместе с гордостью, что вошло? Неудача в моей жизни вошла. Неудача. Потому что гордость разрушает отношения. Я очень богатый человек. С кем я буду строить отношения любви? С женой? Вот я очень богатый человек. Если я выгляжу богатым, как она будет ко мне относиться? Просто как кошельку. С кошельком можно любовь строить или нет? Чистые возвышенные отношения с кошельком можно строить? Нет. Дети как ко мне будут относиться? Они будут думать, папочка, скорее бы ты дал нам наследство свое. Понимаете, когда наследство приходит детьми? Скорее бы ты сдох. Я вам говорю то, что богатый человек мне рассказывал про свою жизнь. Разумный один человек. Мне рассказывал, как он живет. Он говорит, Олег Геннадьевич, проблема ведь знаете, не в том, что нет возможности в жизни, не с кем поговорить. Говорит, нет людей, с которыми можно искренние отношения строить. Все тебя уважают, почитают, слизывают пыль с тебя, но поговорить по душам не с кем, потому что все настроены корыстно рядом с тобой. И причина заключается только в одном, что ты сам себя считаешь богатым, потому что если бы ты отказался от этой идеи, друзья бы появились немедленно. Не вот в этом окружении, в котором ты находишься, а другие люди, которым наплевать на твои деньги. Они смотрят тебе в сердце. И единственное условие с ними общаться, это смирение. Да? А как познать веру в себя или гордыню? Очень просто познать. Если у вас есть старший, у вас нет проблем это узнать. Он вам скажет веру в себя или гордыню. Я уже рассказывал этот случай много раз, еще раз расскажу. Я разок приехал, в Индию к своему наставнику, духовному учителю и он меня спросил, как у тебя жизнь? Он не спрашивал меня про мои успехи, просто спросил, как у тебя жизнь? Я говорю, у меня все хорошо, на лекции приходит много людей, им нравятся мои лекции. Я ему сказал. Я говорил это просто как близкому человеку. Без всякой какой-то мысли похвастаться, у меня не было такой идеи. но он там несколько учеников было, он перестал со мной дальше разговаривать и начал говорить с остальными. Хотя они были младше меня духовного. Я посидел, посидел и мне стало очень неловко, неудобно. Я покланялся и пошел. Потом начал молиться и понял, что я просто гордый человек. Очень, очень гордый человек. Я сейчас тоже очень гордый человек, но тогда я это понял, сейчас не понимаю. И я подошел тогда к учителю, покланялся к нему на следующий день, сказал, пожалуйста, благословите меня, чтобы я был смиренным слугой вашим. Я очень гордый человек в сердце, я хочу вам служить. И он погладил меня по голове, сказал, все у тебя будет хорошо. Продолжай думать об этом, размышлять на эти темы, и у тебя все будет нормально. Человек сам не может в себе найти гордость. Это можно только с помощью старших сделать. Теперь у меня к вам вопрос. у вас есть старший в жизни? Все, значит, вы не гордый человек. Это ответ на ваш вопрос. А если у вас нет старших, значит, вы гордый. Потому что, почему нет старших? В какой причине? Что я сам себе старший? Вот и все. Понимаете? Вот так вот. Потому что мы все склонны гордиться. Каждый человек склонен гордиться, но если есть старший, всегда есть контроль этому процессу. А если человек не имеет старшего, в этом контроле нет. И кто такой неудачник? Неудачник это тот, кто не имеет старших в жизни. Вот и все. А вы проходите, садитесь, много мест свободны. Или вы не хотите просто садиться? Хотите? Нет? Кто хочет сесть, поднимите руку. Все стоять. А то можно вот рядом с кем-то сесть, пройти. Есть такая возможность. Много свободных мест. Больше влазит или нет? Да, стоя больше влазит. Надо мне встать, значит. Тоже хочу, чтобы меня что-то влазило. Когда из горшка только выливается, он не становится полным от этого. посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, ни во что одеться. душа не больше ли пищи и тела и одежды? То есть не заботьтесь для души вашей больше, чем вам есть и что пить, ни для тела вашего. Это Евангелие. Душа ли не больше пищи и одежды и тела? надо больше о душе заботиться больше всего в своей жизни. Но это трудно, потому что тело с помощью боли и насилия заставляет нас заботиться о себе. Нам постоянно шепчет ухо силов невидимые. Тебе денег не хватает, пищи не хватает, о детях надо заботиться, они скоро заболеют и так далее. Эта сила нас откликает от главного и вытаскивает из нас все силы и весь разум. Но когда человек побеждает в себе это чувство и садится и начинает молитву, тогда он побеждает всю свою судьбу и все становятся удовлетворены вокруг. И дети, и дом, и квартира, и работа, все получает свое в жизни. Не тужи о завтрашнем дне, ибо тебе неизвестно, что еще сегодня даже случится. Кто имеет хлеб в корзине и говорит, что я буду есть завтра, тот принадлежит маловерным людям. создавший день создаст и питание для него, талмуд. Где человек создает свой день в своем сердце? Не беспокойся о завтра. Все будет нормально завтра, если сегодня ты соединишь себя со святостью. Эта святость, она откроет тебе дорогу к жизни, потому что путь к жизни всегда прочищается только на тонком плане. приведу вам пример. Вот допустим, вы полюбили какого-то парня, а он на вас не смотрит. Что делает? Подойти к нему или не подходить? Что делает? Ну, что он посмотрит на вас, что ли? Подождите. Мы же не об этом говорим. Молиться святому это правильно. Но мы должны сейчас решить вопрос, что делать с парнем? Пусть идет скотина своей дороги. Не получится, вы же влюбились, как он пойдет своей дороги. Ничего не сделать. Вот смотрите, я сейчас вам объясню, что делать. Правильно мужчина знает, что ответ любой, на лекциях Олег Геннадьевич молиться святому. Он сказал правильно. Сейчас продолжим теперь это размышление. Продолжим это. Сначала нужно войти в это состояние отношений со святостью. Помолиться святому человеку. Дальше следующий шаг какой-нибудь. Дальше надо понять, что это за человек. Дальше эту молитву надо с помощью этой молитвы святому, вот в это пространство святости надо ввести этого человека. И тогда в этом пространстве он откроется. Потому что человек, которым ты влюблен, это тайна. Ты не знаешь его. Ты выдумываешь, сочиняешь что-то о нем, потому что тебе очень сильно хочется быть с ним. Это заставляет сочинять. Но если ты начинаешь думать о святом человеке, так как сила святости сильнее любой мирской любви, там больше счастья внутри нее. И когда ты в сферу этой любви к святому вводишь своего желанного человека, в этот момент он раскрывается. То есть вы, ну вот это вот чары вот этой любви спадают, и в этот момент вы смотрите и видите много-много разных вариантов. Например, видите такой вариант, что очень скоро он на тебя обратит внимание, продолжай улыбаться. Или в такой вариант вы увидите, что он вообще не готов к семейной жизни, нечего на него смотреть, потому что он не способен ни семью содержать, ни на что. Хоть он тебе нравится, но он принесет тебе страдания. Или вы увидите такой вариант, что он просто не может полюбить такого человека, как вы. Просто не можете, Ему такие люди не нравятся. Видите, когда вы начинаете думать о святом человеке, вас отрезвляет, и вы узнаете правду. А дальше вы как хотите, так и действуете. Можете продолжать надеяться или забыть его. У вас на это на все есть силы уже. Вы можете сделать выбор свой дальше. О чем я говорю? О том, что не надо думать о завтра. А завтра думают те, кто не знают, что будет завтра. А знание о завтрашнем дне спрятано в духовной силе. Когда человек молится, со святостью себя связывает, то эта святость просвечивает его завтра. понятная система? А можно вопрос? Да. А какие отношения можно выпустить у человека, работу, устраиваться? Так же можно смотреть или нет? Конечно. Почему нет? Конечно. Вы только не думайте о работе в это время. Вы думайте о святости, молитесь святому человеку, плантись ему. И в этот момент войдете в такое состояние счастья. А так, как, понимаете, счастье работа с кем связана? С вашей жизнью связана или нет? Я просто хочу понять. Работа связана с вашей жизнью? Отвечайте. Да, связана. Слушайте теперь внимательно меня. Все слушайте. Сейчас очень важная вещь будет. Смотрите, вы молитесь со святым человеком, общие отношения устраиваете. Первое, что происходит, освобождаться ваше внутреннее пространство сначала, называется антакармин. Но освобождается внутреннее пространство, и вам становится спокойно внутри, просто в сердце. Возникает чувство победы. В самом сердце где-то глубоко. Первая стадия. Вторая стадия. Вы продолжаете отношения со святым человеком строить. Дальше неожиданно вам внутрь входит что-то, что вас пытаются отвлечь. На самом деле это входит объем работы, потому что ваше пространство внутреннее не ограничивается только сердцем. Ваша работа и вся ваша жизнь также находится в этом внутреннем пространстве. Просто это уже не та судьба, которая еще не воплотилась, а та, которая уже воплотилась. Это привязано к вашему сердцу извне. Поэтому продолжаете молиться святому человеку, ваше сердце приходит работа. И неразумные люди отвлекаются на работу в это время и начинают о ней рассуждать, то есть они решают проблемы своими силами. А разумные люди не обращают внимания на работу, продолжают думать о святом человеке. У них есть больше чувства к этому святому человеку веры в него, чем вера в работу и в свою жизнь. И в этот момент, когда работа попадает в сферу духовной силы, то эта часть вашей судьбы тоже попадает в свет знания. И вы в результате все узнаете о своей работе, которую вы хотели получить. Узнаете или надо вам туда идти, или не надо. Это все очень спокойно приходит, без всяких проблем. Понятно, как это происходит? Спасибо. Был один сапожник такой, и он постоянно молился каждый день. целыми днями молился, и молился. И ему эти все тайны постепенно начали раскрывать. И разок он делал сапоги, один пришел, один купец, такой богатый человек, пришел, и сказал, он очень гордый такой, и сказал ему, сделай мне качественные сапоги. Тот сказал, хорошо, я с удовольствием сделаю качественные сапоги. И он взял его вот так вот за шкирку и сказал, ты мне сделай такие сапоги, которые бы я никогда не сносил в своей жизни. Этот человек в этот момент засмеялся сильно, не потому, что ему злость какая-то, а просто он засмеялся сапоги. сказал, это несложно сделать для вас. И тот удивился очень, заплатил им большие деньги, пошел. Тогда все остальные сапожники подошли к нему и сказали, что произошло вообще, почему ты сказал, что это несложно сделать для него. Сказал, потому что этот человек завтра помрет. Мне даже сапоги не надо будет для него терять. И потом он ушел с этой работы, потому что он уже понял, что в этом нет никакого смысла. Понимаете, да? Такие люди, они уходят в монастырь. Они видят в другом смысл своей жизни. Их внутреннее пространство дает ему полную свободу. Им не надо уже чего-то здесь искать. Но мы не должны имитировать такую высокий уровень развития сознания. Создавший духовной силой свой день создает и питание для него. Попытайтесь понять это в сфере работы. Если вы своей силой внутренней свой день создали, значит питание тоже вы создали уже. Все. Это все уже решено. Вам не надо дальше сильно париться. Вам работать придется однозначно, но уже в сфере познанного. Вы будете работать там, где вы все знаете. Если девушка ваша, значит ваша по судьбе. нет, значит нет. Вы уже все это будете знать. Работа ваша, значит ваша. Потому что там уже не надо душевной силы прилагать. Душевной силу надо прилагать святости, все остальное становится известно в жизни человеку. Поэтому он не беспокоится. Какая сила в человеке действует, которая действует всегда по воле Бога? Во всем ему покорен. Восклицательный знак. Какая сила в человеке действует, который всегда живет по воле Бога и во всем ему покорен. Восклицательный знак. Какая сила в человеке действует? Божественная сила, огромная сила действует в человеке. Не сила таракана и даже не сила директора завода, а божественная сила действует в человеке, который всегда живет по воле Бога и во всем ему покорен. Представляете, какая это сила? Это сила, которая управляет всей этой вселенной. Планета крутится под влиянием этой силы. Солнце светит в результате этой силы. Это огромная сила. Мы не можем себе даже представить, какая это сила. Сущность любви к Богу состоит в стремлении души и в влечении к Нему, чтобы слиться с Его высшим светом, Толмутом. Что такое любовь к Богу? Любовь к Богу это влечение к Нему, стремление, чтобы быть с Ним. Понимаете, вот такая эта вещь. Это самое высшее счастье, которое человек только может испытать в этом мире. Говорится, в ветах счастья секса даже на одну миллиардную не тянет по отношению к счастью, счастью, любви к Богу. Люди, которые получают эту любовь, они испытывают такое состояние, что им не дышать, не жить не хочется в этот момент. Это называется состояние транса или самадхи, погружение в духовное счастье. Человек в это время обладает огромным могуществом внутренним, он полностью победил свою судьбу, и в это время у него нет никаких интересов в этом мире. Полностью свободен от всех проблем. Такой человек находится на высшей ступени развития внутреннего, и он становится полезен для всех, даже если он вообще ничего не делает. Есть четыре стадии отречения от мира, и на четвертой стадии отречения самый последний, когда человек достигает такой внутренней силы духовной, что он становится полезен для всех просто потому, что он живет на этой земле. Жизнь на этой земле этого человека становится удачей для всех. Такому человеку достаточно пойти в лес и сидеть в одиночестве. Он не будет нуждаться ни в чем. Приводится в ветрах пример. Может быть мы выключим пим-пим? Или не надо? Выключайте свои пим-пим все, телефоны мобильные, потому что у нас интимная атмосфера, ее нельзя никак нарушать сейчас, мы важные вещи решаем. Телефон это связь с внешним миром, а нам нужно только связь с сердец, сейчас друг с другом это важно. Итак, смотрите, интересно знать, что такой человек, он идет в лес, садится в лесу и начинает просто свои отношения с Богом, молитву. Когда у него возникает голод, что происходит дальше? так как он распространяет атмосферу необыкновенного счастья вокруг себя, смотрите, описывается в священных писаниях, что происходит вокруг него. Волки перестают в этой территории перестают нападать на свою жертву. Они уходят для того, чтобы покушать, они уходят с этой местности и там это делают. В этой местности абсолютный мир и покой создаются, атмосфера абсолютной гармонии, чистоты и гармонии. И когда эта атмосфера чуть-чуть нарушается, то тогда все люди, которые там находятся в сфере, это может быть десятки километров, они начинают испытывать потребности, которая влечет их в этот лес. И почему-то им хочется взять с собой пищу какую-то, и они идут в этот лес, в это место, случайно находят его и дают им покушать. этому человеку. Это описано в Священном Писании. Ему даже не надо ничем беспокоиться, потому что то счастье, которым дарят окружающим людям, его достаточно, чтобы регулировались все его потребности, просто наитем людей. Понимаете, как это происходит? Вот, допустим, мой духовный учитель, он не нуждается в деньгах. У него есть два комплекта одежды всего, у него есть компьютер, потому что сейчас всем нужен компьютер, да, с возвышенным людям. У него есть компьютер, два комплекта одежды, чемоданчик, очень мало лишних вещей и никакого домика своего, ничего, просто он ездит по всему миру. Его поездки планируются на год, и билеты покупаются также заранее. Как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы, ну, сделать, допустим, 40-50 международных рейсов? Много. Ну, не будем называть сумму, много, да, много денег. Но он не работает нигде. И он так ездит уже 20 с лишним лет. Он никогда не испытывал трудности в том, чтобы планировать свои поездки. Как вы думаете, откуда он берет деньги? Давайте варианты разные. Откуда? Да, не то, что духовная организация платит эти деньги. Нет, нет необходимости. Эти деньги приходят само собой, без его просьб, он никогда не просит денег, само собой от любящих его сердец. Столько, сколько надо на все поездки. Теперь у меня к вам вопрос в зал. как вы думаете, почему к вам не приходят деньги само собой? Кому-то приходят, это факт. Большинству нет, большинству людей приходится работать. Вы не ответили на мой вопрос. Да, вот ответ, кто сказал поднимите людей. Да, причина только одна. Чем больше человек заботится о других, тем меньше ему надо заботиться о себе. Если человек очень сильно заботится о других, тогда другие люди очень сильно заботятся о нем. И такой человек достигает высшей ступени отречения в жизни. Не думайте, что способность заботиться о других это дешевая штука. И не думайте, что она легко достижима. Человек, который реально способен заботиться о других, ему не нужно думать о своей жизни совсем. Попытайтесь это понять. Это так. Если человек знает эту формулу, тогда он все свои силы прилагает к тому, чтобы отвлечься от себя и своих проблем. И как можно больше думать и думать и думать о других. И когда у него это получается, то его жизнь меняется именно в эту сторону. Ему все меньше и меньше нужно думать о своих проблемах. И даже если человек при этом живет семейной жизнью, то он достигает такой силы внутренней думать о других, достигает так же и высшей ступени отречения. Ему не обязательно бросать семью. Отречение означает перестать думать о себе. Все. Ему не надо ни о чем беспокоиться. Потому что все решается в его жизни любовью другим. Или человеку надо пробивать судьбу своими силами, или любовь сама дарит ему все. Одно из двух. Итак, мы с вами говорили о вере. Какие-то вопросы есть по вере? Вера самая сложная вещь в нашей жизни. Вера это опыт, практический опыт, который достигается только с помощью внутренней жизни. Человек думает, у меня есть вера в Бога, я верю в Бога. А сколько ты молишься в день? Ну, минут 15. Здрасте. Хорошо. Если ты веришь в Бога и молишься в 15 минут в день, то значит, ты сам себя обделяешь, получается? Ну, смотрите, когда человек во что-то верит, то он постоянно об этом думает. Светки Соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравление, и красивый розовый букет. Розовые розы. Светки Соколовы. Видите, столько лет прошло, и он несет подарок, розовый букет. Все время думал. Это означает любовь. Вера связана с любовью всегда. Когда человек во что-то верит, он не может не заниматься этим. Когда человек верит в Бога, он постоянно думает об этом. Он с этим связан всю жизнь. Постоянно об этом думает. И огромное могущество, огромную силу. Во что человек верит, оттуда получает силы. Веришь в директора завода, оттуда получишь силы. Он тебя уполномочит. Веришь в собачку, значит, собачка будет с тобой дружить. Даст тебе силы, сколько может. Вот. Веришь в мужа, значит, муж тебе объяснит потом, в кого надо верить. Он станет Богом и скажет, ты не достойна меня. Если веришь в Бога, то будет все хорошо. Потому что Бог никогда не предаст. С верой есть какие-то трудности или нет? Да? Ваш вопрос. Алина Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а молитва обязательно должна быть адресной? Или это может быть как Всевышний? Или это... А Всевышний это кто? Всевышний, ну... Ну это обращение к Нему. Не, а кто такой Всевышний? Кто такой Всевышний? Ну Он всемогущий. Ну Он, Он. Слово Он означает, что это кто-то. Да. Он проникает в все, Он проникает в всего, Он управляет всем. Ну Он. Кто-то или никто вообще? Он кто-то. А кто? А кто? Ну Бог. О. Значит, вы к кому-то обращаетесь? Ну да, к кому-то. Все. А в чем ваш вопрос тогда? Ну, в принципе, его нет. А, да, тут это проблема. Значит, вы не верите в Бога? Проблема в том, что вы верите во что-то. Во что-то, да. Которое вам что-то дает. Да. Сейчас объясню. Все нормально. У вас все хорошо. Потому что есть три стадии отношений с Богом. Это сравнивается с отношением с Солнцем. Послушайте меня внимательно. Очень важно. Вы сидите, допустим, у себя в комнате. И Солнце начало светить. Ну, вы, допустим, никогда не видели Солнце. Вы видите солнечный свет. И он приносит вам счастье. Во что вы верите? Солнечный свет? Да. Вы верите в счастье, в эту энергию счастья? Я желаю счастья. Я желаю счастья. Вы верите в энергию счастья. Вы не знаете, что есть источник света. Не знаете еще. Но вы очень убеждены, что свет – это счастье. Вы видите, что когда свет приходит, что все рассветает. Растения растут, рассветают под пленем Солнца. Все распускается. Солнце дает всему радость. Птицы поют. Люди радуются летом. И так далее. Чем больше Солнца, тем больше радости. То есть, вы видите, что Солнце дает радость. Но вы не видели Солнце еще. Вы просто знаете, что есть свет. Да, я как в подхмах хожу, я знаю, что это вот оно, оно рядом. Прям вот где-то. Да, это нормально. Это стадия развития человека. Есть вера. У вас есть вера. Вы честный человек, искренний человек. Знаете, что есть счастье. Оно идет от Всевышнего. Но вы не знаете, это Личность или нет. До конца вы не знаете. Вы можете догадываться, но до конца не знаете. Поэтому обращайтесь к этой энергии счастья. Ну, а это правильно, да? Правильно. Это то, что вы можете почувствовать. Это правильно. Теперь есть люди, которые чувствуют больше. Они видят форму. Они смотрят на Солнце и видят форму. Они видят диск солнечный. И они знают, что свет излучает этот диск. И так как они не знают, эта Личность излучает свет или нет, поэтому они по-разному относятся к этому Солнцу. Допустим, к солнечному свету мы как относимся? Просто, что он нас радует. Но больше никаких отношений у нас с ним нет, потому что это не Личность. Как с ним отношения построить? Но он нас радует и все. Солнечному диску тоже мы благодарны, что свет светит на нас. Мы благодарны. И поэтому мы приходим на пляж, вот, открываем одно место и получаем отношения с Солнцем. С помощью одного места мы получаем отношения. Ну, представьте, вот самому любимому возвышенному человеку святому вы приходите, и так как от него исходит сияние такое чистое, светлое, вы ему подставляете одно место, чтобы тоже туда попало. Нормально, нет? А потом вот эти вот раковые заболевания кожи все, они, кстати, на этих местах и возникают. Вы знаете об этом, нет? Так ведь? Они на нежных, интимных местах возникают, которые человек не должен открывать Солнце, потому что это оскорбление. Мои хорошие. Так вот, знаете, веды говорят, что есть такая Личность В этом мире все имеет связь с Личностями. Например, я когда в Красноярск ехал читать лекции, в Красноярск ехал читать лекции, то по дороге из аэропорта я начал молитву читать и начал думать о тех людях, которые будут слушать мои лекции. Я ехал первый раз в прошлом году. Я начал молиться, чтобы я не зря им говорил, и чтобы они меня поняли, и чтобы я их понял. То есть я искренне молился. И в этот момент я увидел в небе женщину, величественную такую женщину, могущественную. И я понял, потому что на том уровне, на котором я увидел, там не нужны слова. Я понял, что она является Личностью, которая дает силу всему этому городу. И она была очень счастлива. У нее из глаз длились следы, и она радовалась мне, что я туда еду. И я ей сразу мысленно сделал свой поклон. Вот так вот. Поклонился. Спасибо тебе за то, что ты меня принимаешь. Это получил такой опыт. Знайте, что также есть Мать-Земля. Это планета, и она управляется живым существом. Поэтому мы, когда по Земле ходим, мы контактируем с ней. Говорим, Земля моя радость. И так далее. Мы чувствуем этот контакт. Этот контакт с Землей мы чувствуем. Когда люди приезжают на Байкал, они чувствуют могущество этого места. Они чувствуют силу, чистоту и так далее. Это означает, что связано с какой-то очень возвышенной Личностью. В этом мире все связано с Личностью. Но мы этого не знаем, так как мы живем в невежестве полном. Мы знаем, что есть интернет, что есть передачи какие-то пошлые по телевизору. Но мы не знаем, как этот мир устроен. Большинство людей считает, что разумное существо они есть только на Земле. Они ничего не знают вообще о том, что здесь происходит. Поэтому нет. Но если человек внимательно следит за этой жизнью, он знает больше. Например, я медитировал на Солнце и понял, что Солнце связано с Личностью. И потом я узнал в Ведах, что эта Личность называется Сурия Нараяна. Это так же, как у нас есть сверхдуша, представительство Бога, так же представительство Бога так же дает энергию Солнца. То есть Солнце, ученые говорят, Солнце когда-нибудь погаснет. Оно никогда не погаснет. Потому что из него исходит сила нескончаемая. Она дает энергию жизни всему живому на Земле. Итак, смотрите, три отношения к Солнцу. Первое отношение «Солнечный свет меня радует». Второе отношение «Солнечный диск». Люди просто попу подставляют под Солнце и радуются, что получает загар на попу. И третье отношение это чувство, что там есть божественное что-то. И многие люди поклоняются Солнцу. Через Солнце строят отношения с Богом. Это возможно тоже. То есть разные способы пути построить отношения с Богом. Через святого человека, через священное писание, можно также через Солнце. Потому что Солнце связано с Божественной силой. Через нее приходит человек к Богу. Таким образом. Три стадии. Первая стадия – свет. Вторая – форма. Третья – личность. Есть три типа людей, которые верят в Бога. Одни верят в счастье. Они верят только, что Господь, может быть, Он не личность, но Он счастье. И они верят в счастье. И поэтому они говорят «Счастья вам всем». Мы желаем счастья вам. Я желаю вам в Новом году счастья, успеха, удачи. Это энергия Бога. Человек верит в энергии Бога. Он верит, вот это его вера. Он в это верит. Слушайте дальше, я не договорил. Следующая стадия. Человек верит в то, что Бог связан с верой. Залучьте меня внимательно. Такой человек не понимает еще, что Бог – личность. Но он понимает, что есть иконы, которым надо поклоняться. Он видит форму божественную. Он чувствует, церковь – это там, где есть Бог. Он идет, видит форму, церковь увидел, раз – поклонился. Это более высокий уровень веры. Человек еще не знает личность. Он только чувствует, что есть форма. Есть место, откуда исходит все. Он идет туда, в это место. Но есть также люди, которые знакомы с Богом. Попытайтесь это понять. Знакомы. Они получили личные отношения. Сергей Радонежский, к нему Богородица, приходил 12 раз, по-моему. И вот это она называет максимальное проявление веры. Теперь смотрите. Некоторые люди знают, что Бог – это личность. Они это прочитали в священных писаниях. Значит ли это, что они уже достигли такой степени веры, что уже Бога воспринимают как личность? Конечно, нет. Вот то, что вы сказали, я верю, что Бог – это счастье. Это правда. Но вам надо знать, что Бог – это личность. Попытайтесь это понять. Так же, как солнечный свет идет откуда-то. Все имеет свой источник. А я даже вот все религии, я понимаю, в разных рамах, я не могу определиться. Вот только вот это. Что-то невидимое меня зовет, а не конкретная вещь. Да, это нормально. Это нормально. Мало страдаете просто. Потому что, когда будет сильно страдать, тогда придет и к вам любовь. Придет и к вам любовь! Придет она всерьез. Надо пострадать посильнее. Просто, когда человек сильно хочет с Богом установить отношения, Бог ему показывает ту веру, в которой он должен быть. Потому что все веры, они одинаково важны. Каждая из них представляет разные отношения с Богом. Когда человек какие-то отношения с Богом искренне стоит, он также хочет узнать, поинтересоваться, как люди в другой вере строят отношения с Богом. У него не такие отношения, но ему интересно. Как точно так же, когда человек любит, у него есть любимая девушка. Ему так же интересно, как другой парень любит свою девушку. Потому что у него своя любовь, у него своя, но ему интересно. я разок смотрел фильм Джатхай Адбар. Хороший фильм, такой духовный, возвышенный. Там описывается, как человек, который имеет очень глубокие взгляды на жизнь, способен полюбить женщину, даже будучи царем, великим царем, полюбить женщину другой верой и предоставить ей все возможности поклоняться Богу, как она хочет. Это удивительный фильм. Надо посмотреть, как человек, как вера пересекаются друг с другом. Этот человек мусульманин, то есть Акбар это великий правитель. Вот. И он обладает такой силой внутренней, что он способен любить другие веры и поэтому он покорил всю Индию. Итак, смотрите, этот человек Акбар, он любил поклоняться Богу. Интересно, как вот этот вид мусульман, они поклоняются Богу в танце. Они кружатся вот так вот, танцуют, поклоняются Богу. И когда этот танец увидел, видно искренне верующие танцевали, когда этот танец увидел, я вот так застыл, вот так смотрю. Но это не моя вера. Я застыл, я смотрю, чувствую, там есть Господь. Когда я увидел этот танец, они такие все настроенные, так очень глубоко, аж пот выступил у них, вот такой, так они танцевали. Я такой, почувствовал Господа в этом танце. Но это не моя вера. А вот там и вопрос, что везде чувствуется, куда не пойдешь, мусульманами хорошо. Но лишь одна меня тревожит. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. А помните, как фильм называется? Джаткай Акбар. Это называется вера. Вера — это милость. Вот почему я не могу найти свою? Потому что у вас нет близких отношений. Попытайтесь понять, что вот почему эти разные веры бывают, только по одной причине, что каждый человек свои интимные, сокровенные отношения строит с Богом. И когда люди объединяются в одном вкусе отношений с Богом, создается вера. Пытайтесь это понять, что каждому нравится по-своему отношения с Богом строить. И поэтому так много вер, что много разных отношений с Богом. Например, у папы есть дочка, есть сын. И сын подбегает к папе так, ему в ногу. И дочка подходит к папе, и говорит, ты неправильно папу любишь. И гладит его по ноге. И тот отвлекает ее, говорит, я правильно. И папа тоже с ним раз, начинает бороться. И дочка говорит, папа, он же тебя бил. Почему ты тогда его так любишь? А я тебя не бью, я тебя ласкаю. Он говорит, я тебя тоже люблю, его люблю. И очень трудно разным верам людям друг друга понять, практически невозможно. Даже не пытайтесь это сделать, просто уважайте. Чужую любовь к Богу, уважайте. И это называется, надо выключить. Вот. И это называется вера в Бога. Самый ненужный момент, вам будут звонить. Знаете почему? Потому что все выключайте мобильный телефон. Иначе в самый нужный момент кто-то будет звонить. Нам будут мешать лекцию читать. По вере есть какие-то... О, добрый вечер. Подскажите молиться иконам святых. Не говорю, какой веры, не люблю какую-то веру акцентировать. А покинувших тело, это имеет смысл? Или молиться нужно на изображении живых святых людей? Пытайтесь понять одну вещь. Смотрите. Сейчас я вам расскажу. В этом мире нет живых и мертвых. Вот попытайтесь это понять. Это можно понять только, если ты имеешь отношения. Какие отношения? Внутри своего сердца. Сейчас я вам буду говорить очень важные вещи. Попытайтесь их понять. Это очень важные вещи. Все сосредоточьтесь сейчас и слушайте. Если от вас ушел муж и жена в другой мир, и вы почувствовали, что его уже нет, значит, его рядом с вами никогда и не было. Вы относились просто к его телу, жили с его телом рядом и никого, никогда его не знали. Потому что, если вы на самом деле сердце от сердца к сердцу строили свои отношения, когда он оставляет тело, эта связь совсем не прерывается и не заканчивается ни на секунду. И человек, который чувствовал близкую вот эту сердечную связь со своим близким человеком, также ее чувствует, когда он оставил это тело. И поэтому он не скорбит. Он чувствует, что ничего не изменилось. Все то же самое. Просто теперь мы уже не можем встречаться, потому что в этом мире люди могут встречаться друг с другом только ограниченное время. И это вызывает печаль. И все, больше ничего. Только это. Но если вы считаете, что этот человек ушел, его нет, ушел из жизни, это значит, у вас в сердце никогда не было с ним связи. Вы просто им пользовались. Потому что связь в сердце возникает с человеком только по одной причине, если мы ему служим. Служим, делаем все бескорыстно. И это начинается тогда, когда мы сидим рядом с изображением святого человека. Бескорыстие – это недоступная вещь в нашей жизни. Мы не можем сами бескорыстно жить. Мы всегда пользуемся другими. Но если человек думает о святом человеке, в этот момент, если он вспомнит свою жену, то он почувствует ее другую природу, не ту, которая дает ему счастье, наслаждает его, а ту, которая есть на самом деле. Он почувствует ее как душу, как что-то чистое, светлое. Мы проявляем душевные качества. Но это не является для нас главным часто в человеке. Но когда мы со святым человеком контактируем, мы в близком человеке увидим чистое, светлое. Если мы привяжемся к этому чистому, светлому, в тот момент, когда мой близкий человек оставит тело, связь со с чистым и светлым в нем не заканчивается, остается. И в моем сердце покоит по отношению к этому человеку. Слушайте, что пел Робин Драдат Тагор своей жене перед своей смертью. Вы знаете всю эту песню. Вы не знали, кто ее пел, поэтому вы неправильно к ней относитесь. Он ей рассказывал. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сотмели, котмели, друг мой, прощай. Это не сон. Это вся правда моя. Это истина. Смерть, побеждающий вечный закон. Это любовь моя. Это любовь моя. Понятно? Люди, которые любят друг друга, не расстаются. Запомните это. Запомнили? Поэтому не спрашивайте меня, а когда человек умер, это значит, что он не жил для вас никогда. Вы с ним не были связаны в сердце. Потому что когда вы связаны в сердце, он никогда не умрет. Точно так же святой человек, если вы с ним связаны в своем сердце, он никогда не кажется неживым, как вы говорите. У меня был один знакомый, сейчас вам расскажу. Я когда приезжал в святое место в Индии, у него интересная жизнь была. Он молился весь день, поклонялся Богу весь день, постился весь день, кушал только на ночь, не как в моих лекциях рекомендуется. И ночью не спал, а так же совершал служение Богу. А когда он все свои обеты Богу выполнял, утром он уже засыпал. И рано утром он вставал. Он спал всего несколько часов в день. Когда человек этот оставил тело, знаете, как он оставил тело? В поклоне перед алтарем. Касаясь алтаря руками, так он оставил тело. Можете так тело оставить? Мы когда тело оставляем, мы так подергаемся немного, обракаемся и... А он оставил в поклоне перед алтарем свой тело. Когда человек этот уходил из этого мира, то я обычно я тестирую. Я беру тонкое тело, мысляно чувствую тонкое тело людей. Раз его так начинаю тестировать, куда? Вниз потянуло, значит на низший планет, вверх, значит на верхний. И я так раз его тонкое тело думаю, ну, сейчас протестирую. И так, тонкое тело так, тонкое тело, настроился на него. Через два часа после ухода я узнал о его уходе и сразу начал на него медитировать. Поставил фотографию, настроился так, тонкое тело так. Нет тонкого тела. И почувствовал блаженство, которое от него исходит. Блаженство, сила блаженства влетела мне в сердце, так, в него так, воткнулось. Это любовь моя. И потом вот эта светлая память потянулась за ним. Я чувствую, как какой-то удивительный человек, что я никогда с ним не расстанусь в своей жизни. Когда я приехал в Индию, один человек, который с ним был связан, он не без моей просьбы, без всякой, он подносит мне такой серебряный кувшинчик. и в этом кувшинчике, в гипсе залитые цветы с его погребания, и также его личная одежда, часть одежды это лично. Когда он мне это дал, я понял, что это ответ на мою любовь. Я поставил себе на алтарь, начал поклоняться с этим еще. Это моя связь с Богом. Нет умерших святых людей, запомните это. Есть умершее сердце, которым живет только атеизм. В нем нет никакой любви вообще. В нем есть наслаждение близкими, секс есть, есть наслаждение детьми, но любви там нет. Это называется умершее сердце, мертвое сердце. Там есть живая душа, но в мертвом сердце. Когда человек начинает со святостью контактировать, он открывает для себя и жену, и детей по-настоящему, и друзей, всех открывает заново потом, со временем, не сразу. Поэтому нет умерших святых и нет живых святых. Святые всегда святые. Они всегда останутся святыми, поэтому поклоняйтесь любым, и живым можете поклоняться, и те, которые ушли из этого мира. Танислав говорит, что время кончилось, моё. Время человека кончается. Я надеюсь, что мы с вами в основном на все вопросы ответили, хотя не все записки я прочитал, простите меня. у нас еще одна тема есть, исправление своих ошибок на завтра, доброта, а также кто-то сильно торопится, можно идти, а сейчас мы будем еще дальше, да, желать всем счастья, настраивать важную часть нашей лекции на север. Всем надо сесть прямо. надо настроиться на святость, на священное писание, святого человека, можно настраиваться на лик Бога, Богородицы, настраиваться на какой-то храм возвышенный, который вы чувствуете силу, веру, святую землю. может быть, это земля, принадлежащая останкам святого человека, такое тоже дает, это тоже связано с Богом. Мысленно кланяться надо святыней, я хочу служить тебе, я хочу служить тебе, я хочу служить тебе. Мне надоело жить для себя, я устал. Я желаю всем счастья. Это само служение. Поклон это просто наше веро. А служение означает я желаю всем счастья, потому что святому человеку нужно, чтобы все были счастливы. Ему не нужно, чтобы я был счастлив. Потому что если я не буду о других думать, я никогда счастливой не буду в своей жизни. Мы мысленно кланимся святому для того, чтобы получить миссию от него. Единственная миссия у святости это служение. Когда мы служим другим людям, передаем им божественную силу, святость, вот эту вот, то в этом заключается единственная цель нашей жизни, жить в этом мире. Единственная цель человеческой жизни это брать святость у святого человека и передавать ее другим. Нет другой цели здесь жизни. Все остальное это поддержание жизни. Забота о своей судьбе просто. Забота. Но жизнь сама начинается тогда, когда человек берет святость и отдает другим. Да, он молится и потом с этим живет в течение дня, отдает это другим. Если человек никогда в своей жизни это не делал, значит, он никогда не жил. Он просто поддерживал свое существование. Все. Давайте пытаться начать жить сейчас. Вы почувствуете это жизнь, потому что ваше сердце начнет радоваться, чувствовать это все. Давайте попробуем. мысленно кланяемся с каждым своему объекту святостью, каждую свою веру. И я желаю всем счастья, повторяю. Спокойно. Пытаюсь передать вот это чувство. У нас нет никому любви на самом деле. Мы просто в это играем, но святости есть. И когда мы говорим я желаю всем счастья, всегда надо вспоминать свой объект любви. От его имени надо это делать. Я желаю всем счастья, 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 я желаю я желаю всем счастья, Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.